Сейчас, как я и обещал, свойство отделимости. Отделимость множеств. Отделимость выпуклых множеств в топологическом векторном пространстве. Важный инструмент, индуцированный теоремой Хана-Банаха, ну и собственно техника, которая нужна для работы со слабой созвездой и со слабой топологиями. Что имеется в виду? Знакомо вам это понятие, должно быть по выпуклому анализу, конечно. Рассуждения будут проводиться в топологическом векторном пространстве принципиально, поскольку данную технику придется применять для сопряженного пространства со слабой созвездой топологии. Конечно, она понадобится и в нормированном мире, и всякое нормированное пространство – это частный случай топологического векторного. В теории операторов нам придется применять теорема в отделимости, а в нормированном пространстве. Но прежде всего придется ее применить в пространстве Х-созвездой со слабой созвездой топологии, которая, к сожалению, не нормированная, не метрическая, но является топологической векторной. Поэтому именно в этой редакции, собственно, надо доказать теорему. Значит, это ТВП произвольный, то есть Х-линейное пространство, тау, векторная топология. Выполняется первая аксиома отделимости, каждая точка Х замкнута, и линейные операции у вас непрерывно относительно топологии тау. Это вот определение. Тогда, значит, если, скажем, А и В из Х два множества, то говорят, что определение, конечно, мы даем сначала. Что такое вообще отделимость? Первое. А и В отделимы. Если существует Ф из Х со звездой без нуля, то есть нетривиальный, линейный, даже так, наверное, надо писать, не Х со звездой, а Х-тау со звездой подчеркивает, что это сопряженное пространство к пространству топологическому векторному. Я поэтому так и буду писать. Вот, то есть это линейный непрерывный функционал по топологии тау. Если тау нормированная топология, то обычно наша Х со звездой. Но вот, как мы видели, у сопряженного пространства к нормированному есть второе сопряженное индуцированное операторной нормой, А есть, соответственно, сопряженная, индуцированная слабой со звездой топология И это пространство отождествляется в терминных изометриях банах с исходным X С потерями Шмульяна Итак, существует F нетривиальный, такой, что Значит, ре F от A меньше либо равно ре F от B Для любых A из A, B из B Функционал комплексный, поэтому берется, естественно, ре, чтобы сравнивать Ну, смысл такой Вот у вас, если угодно, гиперплоскость, это такие X из X Что ре, значит, F от X равно числу С Ну, С, естественно, какое-то вещественное число Тогда вот здесь вот, значит, у вас, грубо говоря, находится A А вот это ре F от A меньше либо равно С А вот здесь, соответственно, у вас находится B Значит, ре F от B больше либо равно С Ну, в роли С выступает либо супремум вот этих чисел по всем А Либо инфимум всех этих чисел Да, фактически это эквивалентно на тому, что существует С вещественное Такое, что ре F от A не больше С А ре F от B больше либо равно С для любого А из А B из B Одновременно выполняется Ну, вот это вот очевидно А в эту сторону, соответственно, С равно инфимуму Скажем, ре F от B Например, например, тогда инфимум он у вас ограничен снизу Ну, ре F от B ограничен снизу фиксированным числом, например, при фиксированном A Поэтому это, естественно, число, которое будет больше либо равно ре F от A Для любого А из А Вот и все Вот и таким образом, если выполнено это, то вот число С могу построить, будет выполнено это Множество A и B расположено по разные стороны гиперплоскости Ну, могут на эту гиперплоскость, естественно, заходить Да, это просто отделимость Или, как говорят, нестрогая отделимость Нестрогая отделимость А от B Вот, определение Отделимость имеется в виду отделимость функционалом, наблюдателем Наблюдая за элементами A и B Вот мы получаем вещественную часть наблюдения, которая вот таким вот образом сепарирована Так, это первый пункт Дальше, второй пункт Усиливаем это определение Отделимость, соответственно, строгая Второе А и B называются строгоотделимыми Обрыв у нас из X Называются строгоотделимыми Если, опять же, существует F Из X-кау со звездой Ну, он автоматически будет нетривиальным И число C вещественное Такое, что Ре F от A Меньше C Меньше либо равно Ре F от B Вот, для любых, соответственно, A из A B из B Вот, то есть теперь уже одно из множеств должно попасть строго внутрь полупространства На которое вот функционал в термину гиперплоскости Ре F от X равно C Делит все пространство Вот, B попадает в одно полупространство, вообще говоря, заходя на гиперплоскости Ре F от X равное C А множество A должно, значит, попадать внутрь, соответственно Ну, вот это множество тех A, для которых Ре F от A меньше C Естественно, множество является топологически открытым, да, поскольку Ре F непрерывен Вот, прообраз открытого, значит, множества Ре F непрерывен, да, и вот Все вещественные числа меньше C открыты на вещественной оси И таким образом Садитесь Вот, решайте подряд Первое Как это? Вот так Вот в таком порядке Бумагу доставайте чистую, решайте Так, значит, прообраз открытого луча вещественных чисел меньше C Под действием Ре F непрерывного относительно Тау отображения Это открытое множество в X-Тау Вот, и таким образом Вот Ре F от A располагается в таком открытом полупространстве Ну, А точнее, А А располагается в открытом полупространстве А B вот в замкнутом полупространстве другого дополнения Это называется строгая отделимость Ну и, наконец, сильная отделимость То есть, да, А и B, третий пункт А и B называются сильно отделимыми Вот, если, ну, если, как вы понимаете, вот между этими значениями должен быть положительный зазор То есть, я тут Ре F от A может сколько угодно близко приближаться, естественно, к C Вот, то, значит, существует, опять же, F из X-Тау звезда И два числа C1 меньше C2, соответственно, из R Вот Функционалы в этом случае, в этом понятно, что не нулевой Потому что если бы он был нулевой, ноль Значит, у вас был бы и больше либо равно C И, соответственно, C было бы меньше либо равно нуля и больше нуля Это абсурд Так что отсюда автоматически с очевидностью вытекает, что F не ноль Вот Для отделимости простой, да, там надо требовать Потому что ни строгое неравенство не предполагает нетривиального F Ну, а тривиальный F, понятно, что что угодно отделит, да, это неотделимость Вот А здесь F автоматически нетривиальный Ну и тут аналогично, в силу вот строгого зазора получается Значит, что F с очевидностью не нулевой Значит, Ре F от A Меньше либо равно C1, меньше C2, меньше либо равно Ре F от B Для любых А из А, Б из В Вот, то есть, получается, у вас есть две гиперплоскости, да, вот такие Значит, вот это вот такие иксы, что Ре F от X есть C2, да А вот здесь, соответственно, такие иксы, что Ре F от X есть C1 Вот тут между ними есть какой-то зазор, да, положительный Да, C1 меньше C2, вот И А у вас располагается где-то здесь, да, а B, соответственно, располагается условно где-то здесь Да, вот это называется отделимостью сильной С точки зрения линейного непрерывного наблюдателя, да, живущего в сопряженном пространстве Как Стау, наблюдающий за жизнью в X, да, и вот он таким образом разделяет множество с помощью наблюдений за элементами этих множеств Ну, в терминах вещественной части, которые мы можем сравнивать Так, что вам известно из выпуклого анализа конечномерного? Такой к вам вопрос У нас должны быть ассоциации, стойкие В конечномерном случае на методах оптимизации вы, естественно, теорему об отделимости изучали Это важный инструмент выпуклого анализа И в конечномерном евклидовом мире что-то вам известно про отделимость? Известно что-нибудь? Вообще ничего не известно Как же вы изучали методы оптимизации? Это основной инструмент вообще выпуклого анализа Ну, как не было, у вас уже начались прикладные численные методы У вас в прошлом семестре была теория Вы как доказывали непустоту субдифференциала выпуклой функции, простите? ВРН С помощью теоремы об отделимости никак иначе Но в конечномерном случае вы должны знать, что если есть два выпуклых, не пересекающихся множества конечномерного евклидового пространства Тогда они обязательно отделимы Ну, не строго По той причине, что если рассмотреть их разность по Минковскому А-Б алгебраическую То точка 0, она не будет принадлежать этой разности, естественно Поскольку, соответственно, множество не пересекается Разность Минковского множество выпуклая Значит, ну, вообще сумма Минковского или разность Минковского алгебраическая Это выпуклых множество выпуклые И 0, то есть задача сводится к отделимости точки от множества И 0 либо удален на положительное расстояние от этой разности Минковского Тогда можно отделить сильно Либо он лежит на границе Вот случай Лешки на границе Это как раз такой специфический случай конечномерного пространства В граничной точке выпуклого множества всегда есть так называемый нормальный вектор Который как раз отделяет граничную точку от множества Не строго, естественно И этот нормальный вектор, отделяя 0, быть может, попадающий на границу вот этой разности Соответственно, и разделит сами множество То, что вам должно быть известно В бесконечномерном случае, увы, два не пересекающихся выпуклых множества Не обязаны быть отделимыми Давайте пример такой приведем Пример, скажем, вот я рассмотрю даже нормированное пространство Естественно, такое конструктивное, вот пусть ЛНП Бесконечномерное И пусть, соответственно, бесконечномерное и сепарабельное Пусть, соответственно, у вас ХН по Н от 1 до бесконечности Счетное, всюду плотное в Х множество Вот такие агрегаты у нас сплошь и рядом встречаются Почти все такие Вот наши стандартные пространства От конкретики ничего не зависит Любое берите, вот такое Тогда я могу рассмотреть в роли L Ну, в роли A В роли A Рассмотреть линейную оболочку вот этих вот ХН ПН от 1 до бесконечности Ну, то есть совокупность всевозможных конечных линейных комбинаций Элементов счетного всюду плотного множества с комплексными скалярами Рассматриваю Тогда, естественно, А это подпространство в Х всюду плотное в Х Замыкание А по норме есть Х Ну, поскольку А содержит в себе всюду плотное множество Далее Ну, а у вас, значит, если Х у вас бесконечно мерное Ну, опять же, бесконечно... Ну, давайте Банахова, да, давайте пусть это Банахова, да, пространство полное Значит, Банахова, да, Банахова Вот, если оно Банахова, то, естественно, тогда А и бесконечно мерное То принципиально А у вас не может совпасть с Х, да, значит, А не равно Х Ну, из соображений хотя бы каких Что в А у вас заведомо будет счетный базис Гаммеля, да Потому что вы из ХН можете выбрать счетное линейное независимое множество Да, значит, максимальное Вот, и тогда любой элемент, он будет представим в виде конечной линейной комбинации Вот, соответственно, линейно независимого, значит, максимального подножства этого Х Этой последовательности Получается, счетный базис Гаммеля в А есть А Х, раз Банахова бесконечно мерный, оно не имеет счетного базиса Гаммеля Вот как раз вот это вот следует из того, что Х Банахова Пространство бесконечно мерное, несколько, меньше, намерное В А, соответственно, есть счетный базис Гаммеля, да А в Х нет счетного базиса Гаммеля Ну, я так абстрактно мастерюсь Можно было конкретный пример брать, там, любое ЛП малое взять, там, или 1, или 0, С Вот, как раз, ну, мне важно, чтобы А не равнялось Х, да Но А, как подпространство, оно, естественно, получается выпукло, да Следовательно, А выпуклое Выпуклое всюду, плотное в Х множество Вот, и если я теперь возьму любую точку, которая лежит в Х, но не в А Да, в роли Б, да Значит, которую я хочу попытаться отделить от А Да, я могу выбрать точку, не принадлежащую А Вот, отделять, естественно, надо множество, не пересекающееся Вот, значит, взяв Б, принадлежащее Х без А И множество Б просто из одной точки состоящее Да, получается А И Б это выпуклое подмножество Х, да, не пересекающееся Здесь пусто Но можно ли А разделить от Б Или Б отделить от А Можно ли А отделить от Б Вопрос Ну, предположим, что эта процедура состоялась Если вдруг и можно, да Если существует, значит Конечно, точка Б малая Это же точка прикосновения А И никакой там отделимости, наверное, строгой И тем более сильной Вряд ли можно помыслить Ну, простая отделимость просто функционала Можно ли наблюдать А так Чтобы разместить его в одно полупространство А Б, соответственно, в другое Да, ну, на границу, там, на этой гиперплоскости разместить Значит, если существует Ф Из Х со звездой без нуля Такой, что, соответственно, Ре ФА Меньше либо равно Ре ФБ Для любого А Из, соответственно, А Вот Что тогда получается у нас За ситуация Значит, функционал у вас нетривиальный Не равен нулю А всюду плотно Надо это использовать Да, вот А У вас всюду Плотно В Соответственно Х Да, с нормой И вот Ре ФА Принимает значение Меньше либо равное Ре ФА Как здесь теперь получить противоречие Должно легко оно получиться у нас Какое там Так, сейчас сообразим Значит Раз функционал не нулевой Есть точка Которая, естественно У вас им не обнуляется Ну и значит Без ограничения общности Вещественная часть не обнуляется Вот Потому что Если вещественная часть Тождественная ноль То У вас и функционал будет нулевой Помните, что Ф от Х Это есть Ре ФХ Минус И Ре Ф от ИХ Для любого Х из Х Да Поэтому, если у вас Ф не нулевой Да То есть У вас существует Какой-то Х0 из Х Такое, что Ре Ф от Х0 Не ноль Да Вот Обязательно такой Х0 существует Ну и тогда Что мы можем сделать Я тогда могу Брать Последовательность АН Из А Которая Сходится к Б По норме А у вас Так как замыкание А По норме Есть Х То в частности Я могу Бегая по А Сходиться к Б И теперь я могу Точку АН Возмущать Вот этим Х0 Да Получается Тогда у меня Ре Значит Да И Х0 Естественно Тоже Он не лежит Живо Да И существует Какой-то Значит Затемное Из А Да Такой, что Затемное Сходится к Х0 Да Приострениться Бесконечности Вот И поскольку А подпространство Да То я теперь могу КН прибавлять Затем Умножить На любой скалер Да Получается АН Плюс Т Затем Лежит В Для любого Т Ну Т мне достаточно Брать вещественное Да Комплексное Мне не нужно Здесь Чтобы из вещественной части Выносить И тогда Получается По нашему Предположению Что Ре Ф От АН Плюс Т Затем Да Меньше Либо равно Соответственно Ре Ф От Б Да Вот Это верно Для любого Н И для любого Т вещества Вот Если я теперь Перейду к пределу По Н Да То я в пределе Здесь получу Ре Ф от Б Плюс Т Х0 Да И это будет равняться Ре Ф от Б Плюс Т Ре Ф от Х0 Вот И вот это число Получается Меньше Либо равно Вот этого Ре Ф от Б Сокращается Да И тогда На Т Ре Ф от Х0 Получается Неравенство Которое Явно Противоречит Условию Значит Т Ре Ф от Х0 Меньше Либо равно Нуля Для любого Т Из Р Вот Ну теперь Играя Т Я могу Получить Тогда вот Из вот этого Звездочки Да Из звездочки Взяв Т Равное Плюс-минус Один Получается Тогда Что Плюс-минус Ре Ф от Х0 Меньше Либо равно Нуля Ну то есть Ре Ф от Х0 Есть Противоречивые Факты Рядом Написано Противоречие Получается Противоречие Вот Возникло это Из-за того Что вот В бесконечномерной Ситуации Бывают Такие Странные Объекты Всюду Плотные Подпространства Не совпадающие С самим Пространством В конечномерном Случае Такого Не бывает Если уж Подпространство Всюду Плотно Подпространство Просто в конечномерном Случа Оно всегда Замкнуто Как вы Помните По любой норме Все нормы Эквивалентны В конечномерном Мире Да И любое Подпространство В конечномерном Пространстве Нормированное Оно всегда Замкнуто Если оно Всюду Плотно То оно Просто со Всем пространством Совпадет Вот и все А вот В бесконечномерных Мирах Ну вот В данном Случае Банах Бесконечномерный Мир Если он Сепарабелен То заведомо Линейная Оболочка Счетного Всюду Плотного Множества Представляет Из себя Подпространство Всюду Плотный В x Но заведомо От x Отличный Потому что Здесь есть Счетный Базис Гаммеля Как максимальная Линейная Независимая Система Этой Последовательности Это Счетное Будет Множество Которое Позволяет Любой элемент Однозначно Представлять В виде Своей Конечной Линейной Комбинации И все А в x Нет такого В силу Что оно Бесконечномерный Банах Будет Противоречить Теориями Бер И значит Они Разные Но А всюду Плотной Наличие Этой Разности Позволяет Взяв Точку Из Зазора Говорить О множестве А И о точке Как о выпуклых Непересекающихся Множествах Которые Неотделимы То есть Если я Рассмотрю Их разность По Менковскому А Минус Б Я Естественно Получу Множество Не содержащее Нуля Но ноль Будет На границе Лежать Но он будет Лежать на границе Целиком Обложенный Вот вокруг Этим всюду Плотным множеством С двига А на Б Да То есть Никакого Отделяющего Нормального Вектора Граничной Точки Выпуклого Множества Вы не найдете В отличие от Конечномерного Мира Где если у вас Есть выпуклое Множество И точка На границе Всегда есть Нормальный Вектор Нормальный Конус Нетривиален То есть Что вам Должны были Внушить На методах Оптимизации Это Наличие Нетривиального Нормального Конуса Граничной Точки Выпуклого Множества Отличного От всего Конечномерного Пространства Но я так понимаю Этого не случилось Такого Замечательного События Но очень жаль Потому что это Есть основная Техника Выпуклого Анализа А из нее Весь Выпуклый Анализ Вырастает А в Бесконечном Мирном Мире Увы Эта техника Не проходит То есть Бесконечномерность Уже Существенно Влияет И надо Как-то Обходиться Другим образом Ну по счастью Чуть больше Потребовав От множеств Мы Сумеем Доказать И Строгую И Сильную Отделимость Просто Одной Выпуклости И непересекаемости Не хватает Чтобы их Разделить К несчастью Надо Что-то еще Потребовать Хотя бы От одного Множества Ну давайте Соответственно Теорему И сформулируем То есть Приведя Этот Обескураживающий Пример Который Не позволяет В лоб Обобщать Конечномерный Результат Два Выпуклых Непересекающихся Множества В бесконечномерных Мирах Не обязаны Быть отделимыми Друг от друга Не обязаны Все Ну тут Вы можете Возразить Как бы что Множко Это размазано И так далее Но не обязательно Если вы Подсчитаете Какие-нибудь Книжки По бесконечномерному Выпухлому анализу Вы можете Столкнуться С такой конструкцией Называется Гильбертов Кирпич Вот Гильберт Параллелотоп В л2 Маленьком Все векторы Модули Компонент которых Не больше Одной катой Например Ну член Квадратично Сходящегося Ряда Это будет Выпухлый Компакт Все точки Его граничные Но Есть граничная Точка Например Ноль Принадлежит ему И компакт Значит И внутренности Он не имеет Все точки Которую Нельзя отделить Вот То есть Точка ноль Как граничная Точка Гильбертов Кирпича Выпухлого Компакта В л2 Она не является Отделимой От этого Компакта Никаким Нетривиальным Функционалом Вот Ну Причина Этого В том Что сфера В л2 Не является Вполне ограниченной Так сказать Другая причина Тут я играл Навсюду плотности Там другая причина Но Тем не менее Значит Такие эффекты Есть В бесконечно Мерных мирах В общем Граничная Она не факт Что отделяется От этого Улыбкового Множества Каким-то Нетривиальным Функционалом А что позитивного Теорема Теорема Об отделимости Эта теорема Является Непосредственным Следствием Теоремы Ханнабанаха Но требует Обыгрыша Специального И этот обыгрыш Он связан Как раз С именем Минковского По-видимому Это результат Минковского Это теорема Вот Но Теорема Ханнабанаха Есть инструмент Значит Хтал ТВП Тогда Первое Да Ну и АВ Соответственно В Х Тогда Первое Если А Значит Да Общий факт Давайте Подождите Чтобы не писать Десять раз Значит ТВП Какие общие Свойства АВ Естественно Из Х Какие Что А пересечь С Б Пусто И Соответственно А и Б Выпукло Выпукло То есть Есть пара Выпуклых Не пересекающихся Множеств Тогда Это общее Свойство Первое Если Дополнительно А Принадлежит Тау То есть А открыто А открыто Вот Стал Тогда А и Б Строго Отделимы Есть функционал Линейный Непрерывный Над Х Который Строго Отделяет А от Б Можно записать Еще раз Существует Ф из Х Тау Звезда Такое Что Да Ну и существует С Из Р Такое Что Ре Фа Строго Меньше С Меньше Ре Фа Для А Из Р Б То есть Нужна Выпукло Нужна Открытость Одного Из множеств Естественно Если есть Другое Множество Ну А и Б Не пустые Я имею ввиду Множество То значит Конечно Если пустышка То тут вообще Нет утверждения Нет элементов С которыми Сравнивать Вот А и Б Не пустые Множества Выпуклые Не пересекающиеся И вот Как ни странно Наличие Выпуклого Открытого Множества Не совпадающего Со всем Х А оно не совпадает Потому что Есть же точки СБ Которые В Ане Лежат Это факт Далеко Не тривиальный В нормированном Пространстве В этом нет Ничего удивительного Там любой Открытый шар Он как раз Выпуклый Открытый Не совпадает Со всем Х Но если Х Тау Произвольное ТВП Наличие Выпуклого Открытого Множества Не совпадающего Со всем Пространством Все пространство Понятно Но выпукло И открыто Это тривиально А вот Если еще Кто-нибудь Выпуклый И открытый Не пустой Отличный От х Как ни странно И как это не удивительно Этот вопрос Совсем нетривиальный И более того Это неверно И после этой теоремы Мы приведем Очень хорошего Топологического Векторного Пространства Так с точки зрения Определения В котором Нет вообще Ни одного Выпуклого Открытого Множества Отличного От пространства То есть там вообще Некого отделять В этом смысле И это вот Пространство Хотя оно и ТВП Но оно В каком-то смысле Какое-то убогое Да И Значит Не позволяет Вот С собой работать В технике Ханнабанах И не позволяет За собой наблюдать Вообще пространство Ну после Вот так сказать Я вас заинтриговал Возможно И пример такой Мы приведем Он на экзамен Выносится Пример он важен Вот И второй пункт Значит Если А Компакт А теперь Как бы в другую сторону Качнемся Тут я потребовал Открытости А теперь я требую Компактность А Б Замкнуто То есть От обоих Множеств Я потребовал Дополнительно То есть Компакт И замкнутое Множество Выпуклое Не пересекающееся Тогда Да И Более того Если А компакт Б замкнуто А Тау Локально Тут очень важно Как раздобыть Эту самую Открытость Вот что И выпуклое Сохранить Локально Выпуклая Векторная Топология То есть Тут не только Множество Значит У нас Конкретного Вида Топологического Но еще Топология Должна быть Хорошая То есть Существует Локальная База Нуля Из Х Целиком Состоящая Целиком Состоящая Из Выпуклых Окрестностей Нуля Окрестностей Нуля Вообще В топологическом Векторном пространстве В силу того Что линейные Операции Сложения Операции Сложения И умножения На скаляр Они топологически Непрерывны Вам достаточно Задать Локальную Базу Нуля Чтобы понимать Вообще Структуру Всех Открытых Ножеств Локальная База Нуля Это Совокупность Окрестностей Нуля Так что Любая Окрестность Нуля Впихивает В себя Подходящий Элемент Локальной Базы Поскольку Операция Сложения Векторов Топологически Непрерывна То Применение К открытому Множеству Трансляции Прибавление К открытому Множеству Вектора Вы тоже Получите Множество Открытое Ну поскольку Операция Сложения Она же Взаимнообратная Обратная Это Операция Прибавления Минус Вектора Поэтому Сдвиг Открытого Множества На вектор Это фактически Его прообраз Под действием Обратного Отображения Прибавлении Минус Вектора Раз это Отображение Непрерывно То тогда Прообраз открытого открыт. Это получается таким образом, что сдвиг открытого множества есть множество открытое. Значит, имея локальную базу нуля, я могу сдвигать эту локальную базу на всевозможные векторы. Ну и получается, что тогда, взяв любое открытое множество, у меня точка в нем лежит, я могу найти разность множества и точки, получить окрестность нуля. Туда впихнется, соответственно, элемент локальной базы. Прибавив к точке элемент локальной базы, я получу окрестность точки, целиком содержащуюся в нашем множестве. Так что любое открытое множество получается объединением сдвигов элементов локальной базы. Вот и все. Локальная база полностью определяет структуру всей топологии векторной. А здесь дополнительное требование, что локальная база должна целиком состоять из выпуклых окрестностей нуля. Это нетривиальное требование, и как мы увидим на примере, это свойство может не выполняться. То есть ни одной выпуклой окрестности нуля, отличной от икса, может вообще не быть. По счастью, слабая со звездой топология как раз такая. Все элементы предбазы выпуклы, и элементы базы тоже выпуклы. В частности, локальная база будет тоже целиком состоять нуля из выпуклых окрестностей. Поэтому это свойство без проблем для слабой со звездой топологии будет выполняться. Вот тогда отсюда вытекает, что А и Б сильно отделимы. Сильно отделимы. Отделимы. То есть, значит, существует F из х-та у звезда. Числа вещественные, такие что, значит, рефа меньше, либо равно c1, меньше c2, меньше, либо равно рефа. Вот так получается. Значит, значит, итак, выпуклое открытое можно сильно отделить от другого выпуклого, с ним не пересекающимся в любом топологическом векторном пространстве. Но здесь наличие такого выпуклого открытого означает, что есть выпуклое открытое, отличное от всего х. То есть, было бы кого отделять. А вот тут, значит, у вас есть выпуклый компакт, не пересекающийся с выпуклым замкнутым множеством, при условии, что топология локально выпукла. То есть, существует локальная база, целиком состоящая из выпуклых окрестностей нуля. Ну, нормированный мир он такой, там шары с центром в нуле, радиуса там эпсел, или даже там одноэнная, они как раз образуют нужную локальную базу, проблем нет никаких. Но вообще, говорят, свойство может отсутствовать. И если оно отсутствует, то ничего вы не отделите. Более того, сопряженный мир, он окажется при этом какой-то на удивление бедным. Ну, нулевой функционал, понятно, там есть. А если кто-то еще, это большой вопрос. И нормированный мир, он как раз хорош тем, что он по большому счету обеспечивает вот это. То есть, это как бы роль выпуклости. Если просто изучать нормированные пространства, можно это не заметить. То есть, ну, шар, он там выпукл сам по себе, как говорится, мы этим можем пользоваться даже не замечая этого. Но если абстрагироваться, выкинуть всякую нормированность, оставить только вот свойства топологического векторного пространства, векторную топологию, то, оказывается, вот эта роль выпуклости, она совершенно колоссальная. Наличие богатого набора окрестностей нуля выпуклых, да, локальной базы из них можно построить, оказывается, является определяющим, чтобы вообще заниматься отделимостью, вообще, чтобы получить нетривиального наблюдателя из сопряженного пространства. Есть тут вообще нетривиальный наблюдатель, хоть один. Его может без этого, его просто может не быть. Некому наблюдать, некому отделять вообще, что бы то ни было. Так, доказательства. Ну, непростая, по большому счету, теорема в такой редакции. Ну, наличие нормированности топологии, оно не сильно упрощает дело, на самом деле. Вот, так что здесь я не сильно, как говорится, усложняю ситуацию по сравнению с общей, по сравнению с частной нормированной, да. Вот, ну давайте посмотрим, значит, первый случай. Что здесь происходит? Рассматривается, конечно же, ну, множество не пусты, да, возьмем, ну, А0, да, А0. Пусть, значит, А0 из А, В0 из В, вот. Вот, и рассмотрим множество С, равное А минус В, плюс, соответственно, В0 минус А0. Вот, В0 минус А0, давайте я обозначу, ну, С у меня числа обозначаются, да, ну, Х0 обозначу, Х0. Вот, так, вот я рассмотрю сдвиг множества А минус В на вектор Х0. Вот, соответственно, множество С, естественно, содержит в себе 0, да, потому что В0 лежит в В, А0 лежит в В, и как раз 0 получится. Вот, дальше, ну, чем является множество А минус В, ой, А минус В плюс Х0, еще, да. Это по А минус и плюс, это все алгебраические операции по Минковскому, как в метках оптимизации. То есть это не теоретика множественного вычитания, да, это вот трансляция. Вот А минус В, это у вас совокупность векторов А минус В, маленькая, да, из по множеству А и В. И, значит, это есть объединение А минус В плюс Х0 по ВСВ. Вот, это объединение таких сдвигов. Но поскольку вот это множество открыто, то и сдвиг тоже открыт, так как тау-векторная топология. Да, применение к открытому множеству сдвига, это все равно, что прообраз, да, множество под действием обратного отображения, то есть сдвиг на минус В, да, поскольку сдвиг на минус В является операцией непрерывной, да, то прообраз открытого А будет открытым, да, значит, и таким образом трансляция открытость сохраняет. И объединение открытых, да, соответственно, дает нам открытость. Вот, так что вот это множество, С большое, да, С большое, я его обозначил, давайте, может быть, ну, С большое не перепутаем с С малой. Да, С большое, получается, это окрестность нуля, да, 0 принадлежит С, и само С принадлежит тау. Получается так. Вот, дальше, ну и, как вам известно, сумма Минковского выпуклых множеств, есть множество выпуклое, да, С, соответственно, выпуклое, а множество, вот, ну, как сумма Минковского выпуклых, можно это доказать, что называется, по определению, как-то вы, поскольку, наверное, с выпуклым анализом на вы, да, давайте это докажем. Вот, уж не знаю, что там у вас на методах оптимизации было, странно, должны были вас обучить выпуклому анализу. Вот, так, значит, если я возьму, скажем, Х, У, С, да, и любой лямбда от нуля до единицы, да, то что это означает? Значит, Х, это будет АХ минус БХ плюс С0, да, А плюс Х0, да, и У, это будет АУ минус БУ плюс Х0, где АХУ в А, да, БХУ в Б. Вот у вас существуют такие векторы, да, вот что значит, две точки лежат в С, значит, они представимы таким образом. Тогда, если мы рассмотрим выпуклую комбинацию лямбда Х плюс 1 минус лямбда У, и соберем подобные слагаемые, то что у нас будет? Выпуклая комбинация точек А, да, лямбда АХ плюс 1 минус лямбда АУ, вот это отправится в А, да, потому что А выпукло. Дальше, минус лямбда БХ плюс 1 минус лямбда БУ, да, это отправляется, естественно, в Б, да, потому что Б выпуклое. Ну, а Х0 останется Х0, выпуклая комбинация одной точки, это сама точка. Вот, и таким образом это попадает в А минус Б плюс Х0, и это есть С большая. Вот, так что выпуклая комбинация элементов С есть элемент С, вот, и в нашем распоряжении вот с помощью такой манипуляции есть выпуклая окрестность нуля, причем точка Х0 у вас не принадлежит С, да, так как у вас А пересечь с Б пусто, да, и значит 0 не принадлежит А минус Б. Да, то есть нет общей точки у А и Б, когда я нахожу всевозможные разности векторов, я нуля никогда не получу. Вот, и раз я нуля не получаю, то точка Х0, если я помысли, что она в С, она сократится, получается 0 лежит в А минус Б противоречии. Так что эта выпуклая окрестность нуля собственная, она не содержит точку пространства. Вот, наличие, ну, наличие выпуклого, в общем, открытого множества, не пересекающегося с каким-то другим множеством, моментально означает, что я вот, рассмотрев такую манипуляцию, я получаю, соответственно, ну, если второе множество тоже выпукло, да, выпуклую окрестность нуля, отличную от самого пространства. Ну, аналог какого-то шара, если угодно, да. Ну, оно, конечно, не ограничено, может быть, там неизвестно какой, но вот такую выпуклую окрестность нуля я получил. Ну, и вот дальше эту выпуклую окрестность нуля, соответственно, Минковский хитрым образом обыгрывает. Ну, как бы геометрические мысли, а что было бы, если бы С был бы шаром, да, как бы тогда мы, как бы мы могли, соответственно, геометрически задавать норму в терминах этого шара. Вот, что делает. Значит, вводит о присмотрении функцию Минковского. Функция Минковского множества С. С, вот, С это выпуклая окрестность нуля. Мю С от Х. Вот, это нетривиальная конструкция, да, которую надо знать, как общекультурный код какой-то. Значит, инфимум Х делить на Т, а, ну, пардон, инфимум Т. Инфимум Т положительных, таким, что Х на Т принадлежит С. Вот, геометрически вот, что это значит. Вот у меня тут ноль, да, вот С. С не обязательно ограничено, не знаю. Вот я беру Х, да, и дальше я начинаю Х делить на любое положительное Т. Ну, Х может быть внутри С, а тогда делить надо, конечно, на меньше единицы, чтобы он там, сказать, рост туда, при делении на больше единицы он будет уменьшаться. Да, вот, скажем, Х на Т, на этом больше единицы, да, скажем, а вот это у нас Х на Т ноль меньше Т, меньше один. Да, он дальше ползет. И вот я, елозе по этому лучу, пытаюсь минимизировать Т по вложению Х на Т в С. Если у меня Х где-то здесь находится, да, а С какое-то оно там неограниченное, скажем, да, Х, то как бы я ни делил, я всегда нахожусь в С, тогда инфимум будет равен нулю. Вот, ну, меньше нуля он быть не может по определению. Однако, поскольку С это окрестность нуля все-таки, да, топология у нас векторная, то, какую бы я точку не взял, заведомо найдется положительное Т, для которого Х на Т будет С принадлежать. Почему? Значит, у меня ноль умножить для любого Х из Х, да, ноль умножить на Х, это ноль комплексный, да, вот, ну, там, вещественный, неважно. Он будет равен нулю и принадлежит С, а это и Стал, то есть это окрестности нуля. Значит, заведомо, так как Тау это векторная топология, Х мне нет нужды распушать, да, до окрестности, но заведомо существует какое-то там дельта, зависящее от Х положительное, что для любого скаляра лямбда по модулю меньшего дельта от Х, да, выполняется лямбда Х принадлежит, соответственно, С, да, то есть если скаляр немножко шевелится вблизи нуля, а Х я шевелить не буду, можно Х шевелить на языке окрестностей, порожденных топологий, но мне тут нет нужды, вот, я из этой окрестности априори заданной нуля, да, который есть, значит, произведением нулевого скаляра на Х, да, он не вылетает, вот, ну, прекрасно, значит, если у вас 1 на Т по модулю меньше дельта от Х, да, ну, не по модулю, положительное, если Т больше нуля таково, да, что 1 на Т меньше дельта от Х, то Х на Т принадлежит, соответственно, С, вот, ну и, значит, Т больше дельта от Х, заведомо обеспечивает вложение, вот, 1 на дельта от Х, Т больше 1 на дельта от Х обеспечивает вложение, вот, ну и, значит, функция Минковского, она у вас заведомо, значит, если я беру Т больше, да, я попадаю, да, значит, вот в это вложение, значит, вывод, какой я делаю, Минусе от Х тогда, оно что будет, меньше либо равно, да, значит, ну, значит, я могу сколько угодно близко Т, значит, запускать, да, к 1 на дельта, да, и, значит, заведомо в пределе 1 на дельта я могу получить, да, значит, имея всегда в это вложение, ну, либо, может быть, меньше, да, поэтому вот эта оценка сверху, она с гарантией получается, да, то есть это неотрицательное число, да, меньше либо равно 1 на дельта от Х, где дельта, вот, оно существует в зависимости от Х, заведомо. Ну, если вдуматься, если вот С был бы шаром с центром в нуле в нормированной топологии, то у вас функция Минковского была в точности бы нормой, да, ну, шаром единичным, да, если шар какого-то радиуса, да, тогда там норма модифицированная на радиус, да, так что вот это какое-то такое обобщение нормы, если угодно, причем множество С не обязательно ограничено, да, и если у вас, как в Эпклуманализе называется, есть направление рецессии, да, по которому можно по этому лучу путешествовать в пределах множества, да, не вылетая из него, вот, это так называемые рецессивные, такие направления называются в совокупности их рецессивным конусом множества, вот, то тогда, естественно, любая точка из направления рецессии, она будет иметь функцию Минковского нулевую, да, потому что какой бы Т я ни брал, сколько угодно, маленькое, при делении на это Т я просто отправлюсь по лучу, да, который из С не вылетает, ну, значит, инфимум равен нулю. То есть здесь не выполняется свойство нормы, связанное с тем, что равенство нулю только на нуле. Мю С от нуля, понятно, что ноль, да, мю С от нуля есть ноль, это очевидно. Вот, при делении на Т я всегда ноль получаю, ноль в С. Вот, любая нетривиальная точка, она порождает конечное значение функции Минковского, причем нетривиальная точка может породить и нулевое значение функции Минковского, если эта точка лежит вот на луче направления рецессии от нуля до Х, который, может, целиком лежит в С, вот, как здесь, например, нарисован. Такс, окей, дальше. А что касается, соответственно, точки Х0, да, вот этой вот хитрой точки Х0, которая у нас имеется, и Х0 не принадлежит С, да, то, как, значит, у нас устроено, значит, Х0 не принадлежит С, то, заведомо у вас, мю С от Х0, оно с гарантией будет больше либо равно единице, насколько я понимаю, да, обязательно. Почему? Ну, если бы, если бы мю С от Х0 было меньше единицы, да, то тогда это означало бы существование Т от нуля до единицы, так, что Х на Т принадлежит С, да, то есть если вдруг функция Менковского меньше 1, это же инфимум, да, заведомо минимизирующая последовательность будет у вас с какого-то момента заходить внутренний корвала, да, 0,1, и давать это вложение. Вот такое Т существует. Но тогда мы можем соорудить выпуклую комбинацию. Значит, 1 минус Т 0 плюс Т Х на Т, да, 0 лежит в С, и вот это лежит в С. Комбинация выпуклая, да, потому что Т от нуля до единицы строго, да, это положительные числа в сумме дающие 1. Я тогда попадаю в С, потому что С выпукла, а это есть Х. А, Х0, да, Х0. Х0, Х0. Вот, а это есть Х0. Противоречие, да, противоречие с Х0 не принадлежит С. Вот, принципиально так. Так что функция Минковского для точки, ну, фактически любую точку вне С берите, да, у нее функция Минковского будет не меньше единицы, иначе противоречие. Любая точка вне С дает значение больше либо равно единице. Ну, как бы, если угодно, С такой аналог единичного шара, да, в кавычках, конечно. Вот, снаружи я получаю, значит, больше либо равно единицу. Такого открытого, естественно, шара. Вот, ну, это фигурально выражаясь. Так, это просто выпуклая окрестность нуля. Отличное это все пространство, да, вот есть точка вне нее, да, и эта точка дает значение больше либо равно 1. Так, ну, а зачем такая экзотика нужна? Функция МюЦ, она будет служить нам как раз тем инструментом, который в теореме Ханнабанаха был. Вот та функция П от Х, помните, она должна быть полуаддитивной и положительнооднородной. Давайте посмотрим. Значит, МюЦ от лямбада Х, если лямбада больше нуля. Что это будет? Да, положительная однородность. Это получается инфимум тех Т больших нуля, что лямбада Х на Т принадлежит С. Теперь, если я лямбда на Т, или Т на лямбда, точнее, да, Т на лямбда обозначу Тау, да, оно ничем не хуже Т с точки зрения положительности, да, то тогда получится это инфимум чисел вида лямбда Тау, где Х на Тау принадлежит С. Поскольку лямбда, ну Тау положительный, естественно. Поскольку лямбда у нас тоже положительный, я его за знак инфимума, конечно же, могу вынести. Без проблемы получится лямбда инфимум тех Тау больших нуля, что Х на Тау принадлежит С. И то, что тут написано, это в точности функции Минковского Х. То есть функция Минковского получается у вас положительно однородной. Мю Ц от лямбда Х, это лямбда мю Ц от Х. Для любого лямбда больше нуля, Х из Х. Это первое свойство, которое нужно для теоремы Хана-Банаха. Да, надо иметь положительно однородную полуаддитивную функцию, живущую на всем линейном пространстве. Вот положительную однородность мы имеем, а будем ли мы иметь полуаддитивность? В свое время я это доказать не смог сам по себе. Пришлось Рудина читать, как это он там доказывает. Не посильнее было в вашем возрасте, я не смог доказать полуаддитивность функции Минковского, хотя хотел, это я прекрасно помню. Но сам по себе. Не получилось. Хотя ничего хитрого нет, вообще удивительно. Ну, то есть, значит, надо думать определенным образом, конечно. С задним числом никакой хитрости. Значит, давайте возьмем точки Х, У из Х. Вот. Ну, дальше рассуждение такое идет. Берем любое, значит, Т больше мю Ц от Х и Тау больше мю Ц от У. Вот возьмем два числа, строго большие соответствующих инфимумов. Да, тогда, ну, как геометрически, как-то это так. Значит, можно вот 0, вот у вас Х, вот, соответственно, У. И если я взял вот эти два числа больше инфимумов, то это означает, что существует, соответственно, число, ну, допустим, Кси, да, принадлежащее, соответственно, от нуля до Т, да, такое, что Х на Кси лежит в Ц, да. Раз Т больше инфимума, то существует заведомо между инфимумом и Т значение, да, которое отправит вас в Ц, то есть вот куда-то вот сюда я, значит, загонюсь. Соответственно, здесь существует какое-то число ЭТО от нуля до Тау, да, такое, что Х на ЭТО принадлежит Ц. Вот здесь будет какое-то Х на ЭТО, да, вот так. Ой, ИГРЕК, пардон, ИГРЕК, да, спасибо большое, ИГРЕК, ИГРЕК. И тут я тоже Х написал, ИГРЕК. Вот как-то так, да, вот. Ну а теперь дело нехитрое, надо просто отрезок взять, вот, и, ну, опытно выбрать точку отрезка так, чтобы она была связана с Х плюс ИГРЕК, мне нужна полуаддитивность, да, вот эта точка отрезка. Х плюс ИГРЕК делить на Кси плюс ЭТО, да, почему? Потому что это будет в точности, значит, Кси на Кси плюс ЭТО, Х на Кси плюс ЭТО, ИГРЕК на ЭТО. Вот буквально тождественное преобразование, ничего хитрого в нем нету, но вот написать это, помню, самостоятельно, какое-то такое рассуждение проделать я не сумел. Вот, ну, вроде не оно, там, черным по белому написано, да, в соответствующем разделе про функцию Менковского, ну, который, вот, возникает у него впервые тоже в теореме об отделимости. Это вторая глава, нет, третья глава, выпуклость, да, вторая у него полнота, третья выпуклость. Вот, так что сейчас я читаю примерно, вот, так сказать, материалы третьей главы Рулина, функциональный анализ, там, первой источник, можете там смотреть, получать удовольствие, хоть по-русски, хоть по-английски. Вот, и так, и так написано хорошо, лаконично и емко. Вот, вот такая выпуклая комбинация, вот у вас получается, коэффициенты выпуклой комбинации, это положительные числа, в сумме дающие 1, вот эти точки, они из С, значит, получается, что вот эта точка, она принадлежит С благополучно, в силу выпуклости С, да, С выпуклась. Вот роль выпуклости такова. Вот я точку на отрезке выбрал. Так, чтобы она была, ну, грубо говоря, геометрически, если я вот тут нарисую параллелограмм, да, вот, вот здесь неплохо рисовать, вот здесь нарисую. Значит, вот у меня, соответственно, 0, да, вот геометрически как-то так получается, значит, x, y, вот я сложу эти векторы, x плюс y, да, то есть как эту точку разыскать? Да вот, значит, вот у меня x на xi, y на это, да, и вот я должен провести, вот, вот она, эта точка, да, она пропорциональна x плюс y, в точности. x плюс y на xi плюс f получается. Точка пересечения отрезка вот с этим вот лучом из нуля торчащим в x плюс y. Вот она, и это С. Так, ну и после того, как мы это увидели, моментально получается полуаддитивность функции Минковского. Смотрите, значит, тогда x плюс y на xi плюс это принадлежит С, значит, функция Минковского от x плюс y, она меньше либо равна xi плюс et, потому что это же инфимум тех чисел, для которых выполняется вот такое вложение, да, xi плюс et одно из чисел, обеспечивающих его, значит, инфимум не больше. Вот, ну а это меньше, чем t плюс tau, да, и теперь xi и это, они какие-то вот существующие по определению инфимума исключительно. Вот, и значит, получается тогда, если я t устремлю к функции Минковского плюс 0, да, мю c от x, а t устремлю к функции Минковского от y плюс 0, вот, мы получим, ну, если так вот сделать, да, то мы получим, что мю c от x плюс y не больше мю c x плюс мю c y. Вот, вот как-то так, да, получается. То есть эта функция становится положительно однородной полуаддитивной функцией, в точности той, которую, значит, требует теорема Хана-Банаха, вот, чтобы, значит, что-то там существовало у Хана-Банаха, функционал. Ну, сейчас, соответственно, этот функционал и раздобудем. Да, значит, после этого нам нужно подпространство, ну, подпространство у нас готово, по сути дела я беру и нулевое, это просто-напросто линейная оболочка, ну, вещественная линейная оболочка, мне нужно вещественное линейное подпространство, это точки вида tx0, да, где t вещественное. Вот это вот вещественное линейное подпространство Х. Вот, я просто, Х0, который вот не принадлежит С, да, вот, Х0, у меня не принадлежит С, равное А-Б плюс Х0. Вот, вот на эту Х0 я натягиваю. И строя функционал φ от tx0, это просто t, да, для любого t вещественного. Значит, получается φ из L0 в R вещественно-линейный функционал. Спрашивается, как он по отношению к функции Минковского себя ведет, то есть той функции, которая определяет, вот, там, ограничение роста, да, в теории механизма. Давайте сравним. Мы помним, что Минковский от Х0 дает число больше, либо равную единиц. Вот, хотя это, наверное, здесь пока не важно. Значит, мы моментально получаем, что если t больше, либо равно нуля, то тогда... А, нет, наверное, это будет, сейчас посмотрим, значит, φ от t, да, это, наверное, важно, как раз будет. μc от Х0 больше, либо равно 1, да, поэтому это будет t, да, и, значит, это меньше, либо равно t μc от Х0. Да, вот как раз отсюда это следует. Поскольку Х0 вне С, да, мы доказали, что функция Минковского на нем больше, либо равно 1, и если t не отрицательна, тогда я могу домножить на μc больше, либо равно 1 и получить побольше. И это будет μc ТХ0. А если же t меньше нуля, то тогда φ ТХ0 есть t меньше нуля, меньше либо равно μc ТХ0. Ну, просто потому что Минковский не отрицательный, а t отрицательный. Значит, получается, что φ меньше либо равно μc на L0. А μc у вас из X в R положительно однородно полуаддитивно. Ну вот, очень, может быть, занудновато, да, но мы скрупулезно проверили все условия теоремы Хана-Банаха. Имеем линейное пространство Х. Ну, оно относительно комплексных скаляров, пожалуйста, можно было рассматривать на вещественных проблемах. Заводим такое вещественно-линейное пространство в нем. Это вещественно-линейная оболочка вектора Х0. На него натягиваем. И на нем простейший функционал Х0 играет роль базиса. Вот координаты в этом базисе, суть линейных функционала, относительно вещественных скаляров. Этот функционал, по счастью, стеснен вот этим ограничением роста в терминах полуаддитивной, положительно однородной функции мю С, живущей на всем Х. Значит, все, молитва Хана Банаха состоялась по теореме Хана Банаха в самой общей формулировке теоремы Хана Банаха. То есть никаких частностей здесь нас не устроит, ни в коем случае. Даже если бы мы доказывали теорему Хана Банаха только в нормированном мире, но для продолжения с сохранением нормы, это не то, потому что тут у меня с помощью вот этого С генерировать функцию мю С, это совсем не имеет отношения к продолжению функционала с сохранением нормы, это несколько другое, более общее свойство, из которого вытекает возможность продолжать функционал непрерывной с сохранением нормы в нормированном пространстве, но это дает больше возможностей. Вот здесь они как раз полностью реализуются. Вот, получается, у нас существует Пси, да, из Х в Р, вещественно-линейный, вещественно-линейный, такой, что на L0 он совпадает с Фи, да, и Пси не больше мю С на Х. И вот теперь с помощью этого Пси мы должны, естественно, соорудить элемент сопряженного пространства. Значит, что у нас получается? Вот, наверное, вот это свойство как раз, оно обеспечит вам непрерывность Пси, потому что получается, что Пси от Х меньше либо равно мю С от Х, да, для любого, соответственно, Х из Х. Вот, и мю С, вот это наша функция Мюнковского. Тогда, что это значит? Значит, если я беру, значит, ну, 0 внутри С, ну, просто в С находится, которая из Тау, то тогда я могу рассмотреть окрестность нуля равной С пересечь с минус С. Мне это будет нужно, чтобы Х и минус Х одновременно лежали в этой окрестности, ну, как бы совсем аналог шара. Это симметричная окрестность нуля, да, пересечение двух открытых открыто, 0 там лежит, естественно, в С и минус С. Вот, так что получается, У от нуля это симметричная окрестность нуля. Вот, шары-то у нас всегда симметричны, да, здесь, значит, у нас шаров никаких нет, есть векторная топология, есть просто выпуклая окрестность нуля. Если я пересеку ее с минус С собой, да, то я получу, ну, выпуклую бесплатно симметричную же окрестность нуля, совсем похожую на шар. Вот. И важно, что в этой окрестности нуля, да, у меня реализуется, что любая Х из окрестности вот этой нуля, она лежит в С, у меня получится тогда функция Минковского от него меньше либо равно единице с гарантией. Ну, даже строго меньше единицы, по большому счету, в силу открытости, но у меня, в общем, достаточно этого. Вот. И значит, Пси от Х будет меньше либо равен единице на этой окрестности нуля. Получается так. Следовательно, значит, Мю С, значит, ой, Пси, пардон, Пси от плюс-минус Х, я теперь могу уже брать Х в силу симметрии с плюсом и с минусом, он будет не больше Мю С от плюс-минус Х, да, вот у меня получается Х здесь, значит, плюс-минус Х принадлежит окрестности нуля, это ИСС, и значит, тут тоже плюс-минус я могу бесплатно дорисовать. И это не больше единицы, да. Ну, а раз Пси от плюс-минус, это означает модуль Пси от Х, да, меньше либо равно единице. Для всех Х из вот этой вот окрестности нуля. Вытекает отсюда непрерывность этого функционала? Ну, конечно, вытекает. Здесь я, наконец-то, воспользуюсь непрерывностью еще раз произведения, только уже скаляра на множество. Если я окрестность нуля умножу на эпсилон положительное, то я тоже получу окрестность нуля, поскольку операция умножения на нетривиальное число, она имеет обратное отображение непрерывное деление, да, и, значит, как прообраз открытого открыт, да, получается, значит, эпсилон у от нуля, это есть, но любого эпсилона больше нуля. И Стал содержит в себе ноль, да, и если Х отсюда, то тогда получается, это равносильно Х на эпсилон в окрестности нуля, да, то есть Пси от Х на эпсилон по модулю не больше единицы. То есть Пси от Х по модулю не больше эпсилона. Значит, Пси непрерывен в нуле, и значит, везде в силу того, что он линейный. Следовательно, Пси непрерывен в нуле из х, значит, Пси непрерывен в х. Непрерывен на х, так Пси линейное отображение, но от пологи векторные. Я могу просто сдвигать эту окрестность на любую точку, получать окрестность точки. Можно даже это и написать, почему. Значит, я могу взять любую точку у из х большого, окрестность у, это будет у плюс эпсилон у от нуля. Ну, полный аналог с нормированной ситуацией, там я сдвигал шар, а тут теперь окрестность нуля. И тогда получается, что если х отсюда, то Пси от х минус Пси от у по модулю. Это будет все равно, что Пси от х минус у, х минус у лежит в эпсилон у от нуля. Модуль Пси х минус у, это не больше эпсилон. Вот и все. То есть у вас получается, что Пси непрерывен как раз вследствие того, что он оценивается сверху функции Минковского на всем х, а эта функция Минковского ничего такого, а окрестности нуля. Это очень важно. Сделать симметричную окрестность нуля легко, пересечь с минус окрестностью. Далее, ну и, наверное, он, соответственно, будучи непрерывным, будет являться тогда вещественной частью нашего функционала, который все будет отделять. Длинная теорема, да, такой сложный технический. Еще мы только часть, да, сегодня, конечно, я не успею рассказать целиком, да, ну ладно. В следующий раз тогда, да, уже видно, что уже вторая лекция будет не конец, конечно, далеко этих слабых вещей. Значит, ну, тем не менее, значит, psi, f от x, это будет psi от x, минус, соответственно, и от psi и x, да, x из x, да, то есть, получается, f лежит в x-тау тогда со звездой, да, и, соответственно, реф есть psi. То есть, построить теперь линейного непрерывного наблюдателя, если мы имеем вещественно-линейного непрерывного, легко, вот по стандартной формуле, по такой. Спрашивается, будет ли этот psi теперь заниматься отделением а от b. Давайте смотреть, что тут будет. Значит, беру точку а из а и b из b. Момент истины. Построили мы функционал, который отделит строго а от b. Значит, тогда получается а минус b плюс x0 принадлежит c, да, и, значит, у вас, что здесь получается? Функция Минковского у вас а минус b плюс x0, она не больше единицы, естественно, только не psi, а мюция, я уже думаю о psi, да, написал. Вот, мюция не больше единицы, и она оценивает сверху значение psi, да, продолженного по хану-бану-функционала. То есть, больше либо равно psi от а минус b плюс x0. Пользуясь линейностью относительно вещественных скаляров, тут все вещественно, да, у нас, psi скаляр 1 минус 1 от а минус psi от b плюс psi от x0. Пси от x0 равен φ от x0, да, потому что это есть единица, да, по построению. Так что единичка у нас сократится благополучно, и вот состоялось отделение, да, это psi от а меньше либо равно psi от b для а из а, b из b. Это отделение пока не строгое, просто отделение. И psi при этом, конечно же, не нулевой, да, потому что, видите, psi, значит, это нетривиальный функционал, следовательно, значит, f, соответственно, тоже не нулевой, да, где, значит, f есть репси. То есть psi есть репси, репси есть репси, там я как написал, да, репси есть пси. Вот, тот самый, то есть пси это и есть та самая вещественная часть комплексного линейного непрерывного наблюдателя нетривиального, вот вещественная его часть в точке x0 превращается в 1, да, который занимается отделением. Осталось доказать, что у вас это отделение все-таки является строгим, да, это существенно, что открытое множество а все-таки будет помещено в открытое полупространство. Ну, как это сделать? С малое я тогда определяю как супремум, да, супремум пси от а по а из а, да, вот. Это будет, естественно, меньше либо равно пси от b по всем b из b. Так, замелом надо будет сейчас, вот, сейчас перерыв у нас. Перерыв, конечно, надо обязательно сделать, потому что у нас длинные заседания. Так, для любого b из b, вот. А что касается вот этого числа c, да, то, наверное, все-таки пси от а будет меньше c. Каким-то образом это надо сделать. Если я возьму а из а, любое, да, то тогда, естественно, получается, что а плюс... У нас какой вектор есть? x0, который как раз дает нетривиальное значение 1. Вот им давайте играть. a плюс 0 умножить на x0, да, ну, лучше так, ну, даже так я напишу. Значит, это есть 0, да, принадлежит a минус a, да, вот. a минус a это открытое множество, как сдвиг открытого. И, естественно, 0 содержится в нем, потому что а малое в а. А x0 умножить на 0 скалярный я могу, представляя как 0, да, воспользоваться теперь непрерывностью умножения на скаляр, так как та в этой векторной топологии, да, пользуясь непрерывностью умножения на скаляр, я говорю, что существует какое-то дельта нулевое. Дельта нулевое, там, зависящее от а, положительное, да, значит, что для любого скаляра лямбда по модулю меньшего дельта 0а, да, у меня выполнено лямбда x0 будет, соответственно, принадлежать a минус a, да, то есть a плюс лямбда x0 будет лежать в a. И вот теперь вот к этому числу я могу применить ψ, да, ψ от а я заменю на ψ от а плюс лямбда x0, потому что это тоже ва. Тогда получается, что ψ от а плюс лямбда x0 это равно ψ от а плюс лямбда, да, потому что ψ от x0 есть единица. Только, пардон, лямбда должно быть вещественное, да, ну, потому что ψ у меня все-таки вещественно-линейный, ну, давайте тут я тогда и напишу, что лямбда, зачем мне, комплексная. Значит, для любого лямбда вещественного, да, комплексные мне не нужны, такой, что по модулю мы меньше дельта 0, да, у меня будет вот так. И тогда я лямбда могу вынести за знак функционала ψ. Вот, ну, если лямбда положительна, то моментально мы получаем, что тогда ψ от а, оно, скажем, меньше, чем c, меньше либо равно c минус дельта 0 от а пополам, да, вот, я могу в роли лямбда взять половину дельта 0, да, пожалуйста. Лямбда равно дельта 0 от а пополам больше нуля, вот, и тогда получится строго меньше c. Всё, строгая отделимость состоялась, у вас открытое множество а имеет, ну, фактически множество наблюдений за собой с помощью этого ψ, это будет множество открытое, да, вот у вас любая точка, и ψ от а, входящая в это множество наблюдений, входит туда, вот, я могу шевелить его на вот это лямбда, да, по модулю меньше дельта 0, и все эти будут наблюдения как раз за элементами а, лежащие, значит, в окрестности ψ от а. Вот, ну, раз так, то, конечно, мы строго меньше вот этого супрамма, ну, что мы визуально и видим. Всё, вот таким образом, значит, множество а строго отделилось от b, да, в топологическом векторном пространстве, но для этого вот вам было нужно, собственно, это открытое множество, собственное, да, которое не совпадало со всем пространством. Так, сколько у нас времени? 10 минут ещё, да? Ну, давайте тогда, может, сейчас, вряд ли, конечно, успеем, да, но вторую часть теоремы, она является следствием первой, но там есть тонкий момент в связи с адаптацией, да, второй части к первой. У нас же там компакт, выпуклое и замкнутое множество, вот, не пересекающиеся, но при наличии локально выпуклой базы нуля, это можно вот легко адаптировать. Вторая часть, значит, у вас пусть а, значит, это выпуклый компакт, да, значит, б, выпуклое, замкнутое, соответственно, а пересечь с б пусто, вот, ну и тау, локально выпуклая топология, векторная топология. Для этого надо вот, чтобы теперь применить пункт 1, да, нам надо как-то вот распушить это а. Хорошо бы найти выпуклую окрестность нуля, вот для этого она, во-первых, должна быть, да, которая бы при прибавлении к а, по Минковскому, давала бы множество, естественно, автоматически выпуклое, открытое, не пересекающееся с б. Ну вот, вот эти факты, давайте я как бы сухой остаток напишу, да, а техническую сторону буду после перерыва доказывать, чтобы в деталях не утонуть. Вот, поверьте, пока что из этих вот фактов я могу раздобыть выпуклую окрестность нуля, да, существует у ноль, значит, и стал ноль, ему принадлежит, да что ж такое, ну, невозможно. Надо за мелом заходить, издевательство какое-то. Вот, значит, найдется окрестность нуля, да, вот такая, вот такая штор, а плюс у ноль, пересечь с б пусто. Это называется топологическая отделимость компакта от замкнутого множества, который с ним не пересекается. Здесь, в принципе, выпуклость не компакта, ни замкнутого множества не нужна, и выпуклость окрестности тоже. Вот, у ноли, естественно, выпукло, да. Вот, но нам-то нужно, чтобы выпуклость сохранилась, поэтому вот эта штука, это будет как раз выпуклое, открытое, да, вот, множество, а это просто выпуклое. Вот, то есть мы, если такую окрестность нуля найдем, она должна быть выпуклой. Вот для чего нужны эти выпуклые локальные базы из выпуклых окрестностей? Чтобы я мог иметь возможность отсюда выбрать из них, да, прибавляя к А, я выпуклость не испорчу, сумма выпуклых выпукла. Дальше сумма любого множества с открытым открыта, как объединение сдвигов открытого. Сдвиг открытого открыт, объединение открытых открыто. Поэтому открытость у меня будет, выпуклость не испортится, это выпукло по условию. И тогда по пункту 1, да, у меня вот получается открытое множество выпуклых, не пересекающиеся с этим. А плюс у 0 строго отделимым от B. То есть если просто использовать пункт 1 как вот технический инструмент, то мне нужно вот распушить немножко компакт, да, раздуть его, но раздуть с помощью выпуклой окрестности нуля, чтобы добиться все-таки пустого пересечения с B, не потеряв при этом выпуклость, да, для этого надо складывать с выпуклой, ну и приобретя открытость, надо складывать с открытой. Вот. И как только вот если я это докажу, это вот тонкий ход, конечно, да, и вот в нем как раз тут вот проявляется компактность, замкнутость B и наличие вот этой вот локальной базы из выпуклых окрестностей. Вот. Но тогда мы моментально, значит, добываем, значит, f из x tau звезда, значит, ну пусть psi это ре f, вот он, минус, да, существует c из r, так что ре, ну, psi, да, я psi буду писать, psi от a плюс там x, да, меньше c, меньше либо равно psi от b. Для любого a из, соответственно, a, b из b и x из вот этой вот окрестности нуля, да, вот psi от a плюс x получается. Ну, теперь спрашивается, значит, что мне делать вот с этими, значит, значениями. Окрестность нуля у меня может быть сделана теперь какой? Естественно, симметричной, да, я могу рассмотреть u от нуля, пересечь с минус u от нуля, да, вот такой вот взять v0. Это будет симметричная выпуклая окрестность нуля, которая содержится в u0, да. Вот отсюда, если я буду черпать элементы, то тогда я могу взять число r нулевое, равное супремум. Соответственно, так а надо ли мне вот так симметризовать, не может и не надо. Значит, супремум psi все равно вещественно. Наверное, даже это не излишне было. Вот это не надо. Супремум просто по u0, наверное, можно брать, по x из u0, psi от x. Вот таким вот образом я могу сделать. Это, естественно, будет у меня число. А, ну вот, чтобы доказать, что оно положительно, да, то, естественно, оно больше либо равно супремума psi от x по u0 пересечь с минус u0, да. Вот, да, то есть всякая окрестность нуля содержит симметричную окрестность нуля. Поэтому заведомо, если psi от x отрицательный, я возьму минус x, да, отсюда, да, и будет уже положительно. Вот, и на окрестности вот этой нуля я не могу иметь psi тождественно нулевой. Если psi тождественно нулевой на окрестности нуля, вот это вот и стал, да, и 0 принадлежит, да, то тогда функционал будет нулевой тождественно везде. Вот, и это вот больше нуля получается, потому что psi нетождественной нулевой. Вот, вот это вот число, оно, естественно, меньше плюс бесконечности, да, потому что, ну, фактически оно у меня меньше либо равно, чем c минус psi от а, да, для любого а из а. Это же неравенство выполнено, я а могу зафиксировать, вот, а x пусть бегает, и тогда ограниченность сверху есть. Поэтому это число положительное. Вот, ну и, следовательно, теперь я могу здесь взять супремум по у 0, да, и получить как раз то, что и будет называться сильной отделимостью. Значит, получается, взяв супремум по x, у меня будет psi от а плюс r0, да, меньше либо равно c, да, и меньше либо равно psi от b. Вот, то есть в роли числа c1 я могу взять c минус r0, да, а c2 я могу взять c, оно больше c1, да, и тогда вот в полупространстве psi от а меньше либо равно c1, да, у меня как раз вот а находится большое, а psi от b больше либо равно c2, это c находится b, и тем самым получается, что а и b у меня, значит, а и b сильно-сильно отделились. Вот, как говорится, сухой остаток по применению первого пункта, вот, в свете условий, необходимо заполучить выпуклую окрестность нуля, которая топологически отделит компакт от непересекающегося с ним замкнутого множества. При этом фактически выпуклость а и b здесь будет не нужна для вот этой вот такой топологической отделимости. Вот, но тот факт, что какая-то окрестность нуля найдется, я могу тогда в ней накопать выпуклую окрестность нуля, да, вспомнив, что у меня есть локальная база из выпуклых окрестностей, тогда это множество, оно сожмется, да, и это по-прежнему будет не пересекаться, но приобретет выпуклость вследствие выпуклости а и вот наличие выпуклости у в ноль. Вот, и открытое множество с b, не пересекаясь, позволяет себя строго отделять, ну а значит, здесь, в силу того, что я могу шевелиться в пределах этой окрестности, находиться премом, да, я получаю возможности сильного отделения компакта от, значит, b, получается, зазор в наблюдениях в виде значений c2-c1, положительный зазор. Ну что же, вот нам осталось последнее, это вот наличие такой окрестности нуля. Ну, лемма, техническая лемма, она выглядит так. Если у вас x-tau топологическое векторное пространство, соответственно, a из x не пустой компакт, а b из x не пустое, замкнутое множество, такие, что а пересечь с b пусто. Тогда существует окрестность нуля, у ноль из tau, ноль принадлежит у ноль, такая, что, значит, а плюс у ноль пересечь с b пусто. Вот, используя эту лемму, соответственно, мы можем, ну, давайте у ноль, может, я тут v0 напишу, чтобы от той отличать, v0. Вот, используя эту лемму, тогда, соответственно, мы можем, пользуясь теперь, тут вот в этой лемме не нужна локальная выпуклость топологии, здесь просто какая-то окрестность, значит, v0, окрестность нуля и все. Вот, но, пользуясь этой леммой, тогда мы, если tau локально выпуклая, да, то тогда заведомо существует у ноль из v0, у ноль выпуклая окрестность нуля, да, ноль принадлежит у ноль из tau. То есть зачем нужна локальная выпуклость топологии? Чтобы в любую окрестность нуля я имел возможность вставить выпуклую окрестность нуля, а выпуклость мне нужна как воздух, чтобы сумма не испортилась, сумма выпуклого и выпуклого будет выпуклым, вот, а если я к выпуклому не выпуклую прибавлю, ну, ничего хорошего мне не будет, вот, и если вот это пусто, то, естественно, сужая окрестность, я получаю пустоту и вот этого пересечения. Вот нужна такая техническая лемба, где локальная выпуклость ни при чём, вот, и даже выпуклость а и b не нужны, да, а и b просто компакт и замкнутая. Выпуклость нужна лишь для отделимости, да, значит, и выпуклость а и b вкупе с выпуклостью окрестность нуля создаёт конструкцию выпуклого открытого с выпуклым b не пересекающимся, и значит, их можно строго отделить, но потом уже как раз получаем, в силу того, что окрестность нуля позволяет мне зазор создать, получается и отделимость сильная. Вот, а здесь как раз используется вот существенное предположение о компактности а и о замкнутости b, да, значит, как это всё реализуется. Ну, давайте докажем эту лему. Всё, это я тогда стираю, да, потому что, значит, сосредотачиваемся на технической лемме, из которой вот вытекают все недоговорённости, которые были вот в доказательстве теоремы. Так, доказательства леммы. Значит, так, ну что мы делаем? Естественно, множество, значит, x минус b, оно открыто, да, так как b замкнуто, и содержит в себе а, да, по условию. По условию. Значит, любая точка, значит, нашего а, она заведомо обладает окрестностью, да, которая не пересекается с b, да. Вот, следовательно, для любого, соответственно, а из а существует, ну, какая-то там, дублевая а из тау, ну, дублевая а из тау, да, такая, что, значит, дублевая а, ну, соответственно, ну, тут фактически кого можно в роли дублевая а взять? Ну, само x минус b можно взять, но не обязательно, в общем, существует и всё, да, вот. Значит, пересекаясь с b, значит, это будет пустышка, вот. Вот, но теперь мне надо создать окрестности нуля, да, я тогда завожу дублевая от нуля, равная дублевая от а минус а, да, это вот из тау и ноль содержится, да, вот, то есть я сдвину на а, вот, и получается у меня окрестность нуля, которая при прибавлении к а, она не пересекается с b. Вот, получается, значит, а плюс, ну, давайте я её как-то дублевая а от а обозначу, да, плюс дублевая а от а от нуля, вот, пересечь с b, соответственно, пусто. Дальше, ну, дублевая а от нуля я, естественно, могу облагородить, да, вот, дублевая а от нуля, значит, или даже мне пока даже не надо её облагораживать. Я вот что сделаю. Я скажу так, что мне надо немножко её вот поджать, технически будет видно зачем, чуть позже, вот, поскольку здесь есть ноль, который есть ноль плюс ноль, да, значит, пользуясь тем, что векторная топология обеспечивает непрерывность суммы, значит, существует окрестность нуля вот этого нуля и этого, да, та у меня векторная топология, значит, существует какой-то там дублевая, соответственно, а штрих от нуля и дублевая два штриха от нуля из тау, да, такие, что сумма этих окрестностей будет скрываться вот в этой, наперёд, заданной окрестности нуля. Вот, использование непрерывности линейных операций, оно вот в таком ключе происходит. Когда мы работаем в нормированном пространстве, мы такие вещи как бы делаем, не задумываясь, там, работая с радиусом шара, вот, ну а здесь вот мы абстрактно апеллируем к непрерывности сложения по окрестности нуля, и поскольку вот ноль плюс ноль здесь находится, да, мы теоретически определяем вот такие две окрестности, плюс дублевая два штриха А от нуля. Вот, и теперь я вот вместо вот этих двух окрестностей, непонятно каких, я сделаю красивую окрестность, напоминающую шар. Я просто-напросто их пересеку и их минусы тоже пересеку. Построю ВА от нуля, это В штрих А от нуля пересечь с В два штриха А от нуля, пересечь с минусом В два штриха А от нуля. Вот. Вот эта окрестность тогда получается симметричная окрестность нуля, да, то есть сюда Х и минус Х одновременно входит. Она содержится и тут, и тут, да, и тогда получается, что ВА от нуля содержит в себе ВА от нуля плюс ВА от нуля. Вот и всё. Да, вот, значит, всякая окрестность нуля, ну, может быть, локализована до суммы двух симметричных окрестностей от нуля, вот таким вот образом. Ну, и понятно, что раз в окрестности нуля 0 есть, то эта окрестность нуля ВА, она содержится сама по себе в ВА, и по-прежнему, будучи сдвинутой на А, она не пересекается с В, ну, даже вот вместе, соответственно, со своей вот этой копией, да, получается А плюс ВА от нуля плюс ВА от нуля, пересечь с В, пустышка. Да, вот. Ну, а теперь настало время воспользоваться компактностью. Имея для каждой точки А из А окрестность ВА от нуля, мы имеем покрытие, да, то есть рассматриваем глазами покрытие П, А плюс ВА от нуля, по А из А, это тау-покрытие, покрытие компакта А, получается, да, вот у нас любая точка А, да, она может быть распушена до окрестности, да, своей, это окрестность нуля плюс точка, да, это вот такой общий принцип в топологическом векторном пространстве, да, вы всегда, мысля окрестностью нуля, можете сдвигать, получать окрестность точки. Вот, имеете такое покрытие, вы можете из него что сделать? Выбрать конечное подпокрытие. Стандартная техника, если есть компакт, есть какое-то полезное покрытие, ну, давайте из него подпокрытие и выберем, да, значит, существует тогда А1 и так далее, АН из А, такие, что А содержится в объединении, тут видите, я одну только окрестность отщепил, да, вот, и сейчас будет понятно почему. Значит, АКТ плюс ВАКТ от нуля, УК от 1 до Н, да, вот, получается, А содержится вот здесь. И теперь понятно, какую брать окрестность с нуля, да, надо просто пересечь этот конечный набор окрестностей в АКТах, УК от 1 до Н, вот, получается, это открытое множество, содержащие в себе 0, конечное пересечение открытых, вот. Это и будет искомой окрестностью, которую я ищу. Давайте посмотрим, что происходит тогда в свете вот этого выбора с любой точкой. Взяв любую точку А из А, да, я могу прибавить к ней вот это В от нуля, да, прибавить. Но раз точка лежит в А большом, да, А большой скрывается в конечном объединении, то, естественно, получается, что существует К от 1 до Н, такое, что, соответственно, А содержится в АКТах плюс ВАКТах от нуля. Получается так. Значит, это будет содержаться, где В от нуля содержится в АКТах по построению, и А содержится в АКТах плюс ВАКТах, значит, это будет А плюс ВАКТах от нуля плюс ВАКТах от нуля. Вот что получается. Вот. Но любая точка множества А, любая, будучи распушенной на две этих окрестности, вот поэтому и нужно две, понимаете, вот, потому что точка произвольная, она попадет в распушенные АКТа. И плюс еще, да, которые тоже тогда надо распушить, давая АКТа, и получится их две. Вот поэтому две, собственно, и надо. Вот. А симметрия, наверное, здесь нигде не нужна, это я испугался, да, симметрия тут. Это было излишне пересекать с минусом, наверное, да, вот это я могу стереть, да, это мне до лампочки. Просто окрестность нуля. Симметрия, мне кажется, это у Рудина, это у меня такие воспоминания из чтения, там можно еще и В подраспушить. Поскольку мне В пушить не надо, вот, а надо пушить только А, вот, я такую вот окрестность нуля беру, так что, может, у себя там зачеркнуть. Мне совершенно не нужна симметричность этой В, до лампочки она. Вот. Я нигде этим не буду пользоваться. У Рулин просто, он эту лему доказывает такого технического вида для дальнейших нужд. Ему надо не только пушить компакт, но и потом и замкнутое множество. Вот. Он там хочет доказать для векторной топологии третью аксему отделиемости, там всякие вещи такие, вот, топологического характера. Но мне они не нужны, поскольку, да, значит, мне пушить В совершенно не нужно. Так что там я сотру. В от нуля несимметричны. И ВК, ВА. Вот. Ну, это мне вполне хватает. Вот эта штука, она не пересекается с В. По построению, значит, В окатом для окаты из А. Вот. Значит, получается, А плюс В от нуля, оно не пересекается с В. Для любого А из А. Ну, раз для любого, значит, их объединение не пересекается. То есть А плюс В от нуля пересечь с В. Ну, вот и всё нехитрое доказательство, по большому счёту. Но содержит оно такой вот тонкий ход. Видимо, это и называлось, значит, людьми, критиковавшими, значит, рассказ о топологических векторных пространствах, что вот эта техника, она студентам непривычна, да, работая с нормой, вы фактически работаете там с радиусами шаров, и всё как-то просто устроено, по большому счёту получается. А тут надо вот так абстрактно пользоваться топологической непрерывностью операций суммы и умножения, там, где это надо. И вот эти окрестности, они здесь возникают как продукт определения непрерывности суммы в данном случае, да. Значит, окрестность суммы порождает окрестности слагаемых, сумма которых содержится в наперёдзадной окрестности суммы этих векторов. Вот такая техника, она у Рулина сплошь и рядом, соответственно, прослеживается в главах, посвящённых ТВП, ну вот в первой части в основном там об этом речь идёт. Вот, и здесь вот она на всю катушку используется, и строится, соответственно, окрестность нуля, да. Сдвиг компакта на эту окрестность приводит к тому, что я с В всё-таки по-прежнему не пересекаюсь, да, и это называется топологической отделимостью компакта от не пересекающегося с ним замкнутого множества. Выпуклость тут ни при чём, да, здесь нужна только компактность А, ну и замкнутость В, да, потому что дополнение должно быть открыто, и точка, находясь в дополнении, естественно, находится вместе с окрестностью. Ну, в роли окрестности W от А можно было брать просто это дополнение. Ну, тогда бы я его сдвигал на минус А, да, и получал бы разные окрестности нуля. Вот эти вот W от и от нуля. Всё, Лемма доказана, и это полностью завершает, соответственно, доказательство теоремы об отделимости, которую мы будем несколько раз использовать. Но прежде чем использовать, давайте мы как бы передохнём, рассмотрев такой пример. Пример с одной стороны странный и забавный, но с другой стороны показывает важность выпуклости, вот вокруг которой здесь всё строится. Пример топологического векторного пространства, над которым нет нетривиальных, линейных, непрерывных наблюдателей. Вот пример топологического векторного пространства X-TAU. Такое, что X-TAU звезда есть 0. Ну, оказывается, что просто топология ТAU векторная, она не имеет, соответственно, локально выпуклой, то есть выпуклой локальной базы, из выпуклых окрестностей нуля состоящей, локальной базы нуля. Нет выпуклых окрестностей нуля, отличных от всего X. И это оказывается фатальным для наличия нетривиальных наблюдателей. Некому наблюдать за жизнью в X. Вот это не локально выпуклый мир. Но топологический векторный. И самое интересное, что он, в общем-то, довольно конструктивный. Это не есть пространство урода какое-то. Это пространство вот такое. То есть мы берем число P от нуля до единицы любое и рассматриваем LP01. Ну, вместо 0,1 можете брать ось какую-то или отрезок другой, 0,1 условно. То есть фактически это классы эквивалентных, измеримых по либегу функций. X из 0,1. Ну, комплексных, пусть комплексные. Значит, X измерима по либегу. Значит, и, соответственно, интеграл от нуля до единицы от модуля X от T в Pt степени dt меньше плюс бесконечности. Вот только степень P тут не больше либо равна единице, как вы привыкли, а меньше единицы. Ну, естественно, X и Y отсюда считаются равными, если только если, значит, мера... Ну, X от T равно Y от T для почти всех T из 0,1. То есть одной точкой тут является класс эквивалентных по либегу функций. Это линейное пространство, хотя бы в силу того, что справедливо несложное неравенство, связанное с возведением вот в такую степень. Вот оно. Значит, если у меня есть два числа неотрицательных, то α плюс β в Pt степени оно меньше либо равно α в Pt плюс β в Pt. Вот справедливо такое несложное неравенство. Ну, эквивалентно оно, как вы понимаете, 1 плюс T в Pt меньше либо равно 1 плюс T в Pt. T больше либо равно 0. Ну, если одно из чисел нулевое, то это равенство. Если надо, значит, чтобы числа были положительными. Если числа положительными, я могу на одно разделить, α на β обозначить, скажем, числом t, или там β на α, и тогда вот это всё равно, что вот такое неравенство. Ну, а оно выполнено по следствию теорема Лагранжа. Это неравенство для первого курса во времена после коллоквиума. Значит, когда вы эти неравенства такие научились доказывать, пользуясь техникой Лагранжа. Значит, у вас получаются вот две функции, да, φ от T 1 плюс T в Pt и ψ от T 1 плюс T в Pt. Они непрерывно справа от нуля, включая 0, дифференцируемы строго справа от нуля при T положительном. Вот, но это вообще дифференцируемы при неотрицательных T. Это при положительных, естественно. В нуле они совпадают, да, они равны единице, а при положительном T их производные находятся в соответствующем отношении, да. φ от T, это получается P на 1 плюс T в P минус 1, и это строго меньше, чем ψ от T, равный Pt в степени P минус 1. Так как это строгое неравенство, оно равносильно, P сокращается, получается 1 меньше T делить на 1 плюс T в степени P минус 1. Поскольку P минус 1 число отрицательное, а под знаком степени у вас меньше единицы больше нуля, то как раз возведение в отрицательную степень числа меньшего единицы положительного дает больше единицы. Значит, производная φ строго меньше производной ψ при положительном T. И тогда, находя разность по теореме Лагранжа, мы получаем требуемое, ну даже строгое неравенство. Значит, для любого T больше нуля у вас получается ψ от T минус φ от T, это будет φ штрих от ξи, ψ минус φ, да. Ну, поскольку в нуле они совпадают, да, это будет по теореме Лагранжа, да, ψ минус φ штрих от ξи, да, умножить на T, да. В нуле они совпадают, я фактически вычитаю умный ноль, да, ψ от нуля минус φ от нуля. Вот, ну а это значение положительно, да, это положительно, значит положительно. Вот, получается ψ больше φ, вот. Таким образом, имея это неравенство, мы сразу понимаем, что у вас любая пара функций, входящих сюда, да, она тогда дает модуль x плюс y от T в этой, да, не больше. Ну, я модуль могу занести под знак суммы, сумма модулей получится, да, в этой, в этой степени она монотонно растет. И оценить тогда модуль x от T в этой плюс модуль y от T в этой. Ну, это, естественно, и из L1 0,1, да. Вот, и значит, по признаку сравнения, это тоже из L1 0,1, да. То есть интеграл от этой штоки конечен, и таким образом сумма попадает в Lp, да, x плюс y тоже лежит в Lp 0,1. Умножение на скаляр, очевидно, тоже отсюда не вылетит, это просто скаляр по модулю в этой степени выберется из интеграла, и все. Так что это линейное пространство. Спрашивается, как его теперь наделить какой-то структурой, что называется, метрической там, нормированной. Вопрос к вам. Если я стандартную норму рассмотрю, корень pt степени из такой штуки, это будет норма? Вот. npt от x, это корень pt степени из интеграл 0,1 в модуль x от T в pt dt. p меньше единиц. Как вы думаете, это у вас норма будет или нет? Это не норма, да, она не является нормой. Не является нормой. Вот. Ну как это увидеть, что это не норма? Ну, разрушается неравенство треугольника, естественно, да, однородность тут присутствует, скаляр по модулю выносится. А вот неравенство треугольника, оно здесь должно быть у вас разрушено каким-то образом. Так, как это только нам увидеть. Значит, ну если я, например, наверное, вот так вот можно увидеть. Если я возьму, значит, одну функцию вот до одной второй, да, вот такую, это x, да. x-индикатор от нуля до одной второй, а y от одной второй до единицы, один, да, это y, да. Значит, x плюс y у меня есть один тождественный, да, и поэтому mp от x плюс y, это, естественно, единица, да, у меня неважно какой там p, что угодно. А если я вознамерюсь от них посчитать np от x или np от y, вот, ну это одно и то же получится, да, какая разница, у меня единица интегрируется от нуля до одной второй, да. Это получается одна вторая в степени 1 на p, да, вот так вот. И значит в сумме, да, np от x плюс np от y, это будет 2, 1 минус 1 на p, да. Вот на двоечку умножаю, умножаю, будет 2, 1 минус 1 на p. Но p-то у меня меньше единицы, да, поэтому эта штука отрицательна, да, и это будет меньше единицы, да, которая есть np от x плюс y. Вот, то есть сумма значения, но меньше значения от суммы. Не выполняется неравенство треугольника, это не норма. То есть традиционным образом для p больше либо равном единице это дело нормировать не удается. Извлекая корень по этой степени мы не получаем норму. Так, сейчас надо за мелом опять сходить. Насты момент. Что же вы за мелом? На меле, почему вы не беспокоитесь о меле? Что, безобразие. Так. Нет, вот. Так, по соседству уже всю аудиторию обобрал. Что-то по субботам как-то мелом мало не работает, что и служба соответствующая выходной. Значит, у всех, кроме преподавателей. Ну вот, так что это ни в коем случае не норма. Но метрику, которая, собственно, резонным образом связана с определением пространства, ввести можно. Просто корень не надо извлекать. В следствии доказанного перед этим неравенства, все будет в порядке. Неравенство треугольника препятствует корень. Поэтому если мы введем конструкцию dp от x, равную интеграл от 0 до 1 модуль x от t в p этой dt, x из lp 0,1. Вот такая, да? То dp от x минус y это, равная интеграл от x от y, это метрика в x, а в lp, в lp, ну, инвариантная относительно сдвига, да? Инвариантная относительно сдвига. Ну, то есть сдвиг аргументов на одну и ту же функцию расстояние не меняет. Это очень приятно. Но скаляра, естественно, выносится не по модулю, да, а по модулю в p этой степени. То есть однородности тут никакой нету. Ну, метрика, ну, почему? Потому что если я сюда добавлю плюс-минус z, да, и воспользуюсь неравенством, что модуль x минус y в p этой, оно меньше либо равно модуль, тогда x минус z плюс модуль z минус y в p этой меньше либо равно модуль x минус z в p этой плюс модуль z минус y в p этой, да? Ну, при каждом t я как раз отсюда получу, что dp от x минус y не больше dp, проинтегрировав по t, x минус z плюс dp от z минус y. Вот, все остальные свойства, естественно, выполнены. Это неотрицательная функция, значит, конечная, равная нулю, если и только если, соответственно, x минус y равно нулю почти всюду на 0,1, да, то есть это на одной и той же функции, и симметричная. Вот. Ну, раз вы имеете вот такую метрику, да, инвариантно относительно сдвига, то мгновенно получается, что линейные операции сложения, да, они будут у вас непрерывны, конечно же. Вот, если у вас, скажем, ну я рассмотрю две функции из lp, да, 0,1, и рассмотрю какую-то там ε-шарик от суммы, да, вот, то, конечно же, здесь будет находиться ε-пополам шарик от xa плюс ε-пополам шарик от x, да, в точности. Да, то есть если у меня функция u, скажем, живет здесь, а v живет здесь, и я пожелаю найти расстояние ρp, это от x плюс y минус u плюс v, да, вот, то как раз я, воспользовавшись, запятая, пардон, запятая, то воспользовавшись формулой, которая фактически связана с разностью, да, это будет dp от x минус u, ну, тут вот как раз нужна эта инвариантность относительно сдвига, которая реализуется просто вот этой разностью, y минус v. Да, это тогда будет меньше либо равно, понираем со треугольника dp от x минус u и dp плюс dp от y минус v. То есть срога меньше получится, срога меньше, ну, меньше либо равно, да, dp, принес мне какой-то, он быстро как тратится, dp от x минус u плюс dp от y минус v, и это меньшее все. Вот и все. Так что любая окрестность суммы, которая содержит в себе, естественно, шарик суммы, она в себя воткнет, соответственно, сумму вот этих вот окрестностей слагаемых. Умножение на скаляр, ну, аналогично докажите, что умножение на скаляр непрерывно, я уже не буду заниматься, это легко. Тут скаляр по модулю в по-той степени выскакивает, ну, от этого непрерывность никуда не линится. Так что вы получаете, в принципе, очень хорошее пространство. Это линейное метрическое пространство с метрикой иновариантной относительно сдвига, и, значит, это топологическое векторное пространство. Значит, lp, значит, 0,1 с метрикой rup, это tvp, значит, tau, это есть tau rup. Это векторная метрическая топология, вот, благополучно. Теперь спрашивается, а каковы же здесь, вообще, вот в этом пространстве, выпуклые окрестности нуля? Вот шар, например, я написал, шар, там, эпсил шар с центром в нуле. Это вообще выпуклое множество или нет? Ну, вместо того, чтобы думать о шаре, как о выпуклом или не выпуклом, там, размышлять, докажем такое поразительное утверждение. Возьмем любое, там, g из lp, 0,1, которое будет открыто, не пусто, и, соответственно, значит, ну, не пусто, а открыто, значит, выпукло и содержит 0, да? Открыто, выпукло, и 0 принадлежит g. То есть это выпуклая окрестность нуля, вот пусть так. Тогда, естественно, существует какой-то там r больше нуля, так что шарик радиуса r с центром в нуле содержится уже, да, по определению. То есть если у вас интеграл от модуля x в этой dt от нуля до единицы меньше r, да, то тогда x подряд будет автоматически. Вот это просто свойство открытости и то, что 0 содержится. Прекрасно. А теперь следите за руками. Что называется? Возьмем любое x из lp. Вот какую хотите функцию, любую. Посмотрим на отрезок 0,1. Вот у нее есть этот интеграл, да, от нуля до единицы, модуль x от tau в этой степени d tau. Если я теперь рассмотрю интеграл от нуля до t, модуль x от tau в этой степени до tau, да, то по t эта штука непрерывна, даже абсолютно непрерывна, как интеграл не бега с переменным верхним пределом. Начну t менять от нуля до единицы. Функция начинает подрастать, да, вот. И в какой-то момент она превратится в, скажем, ну натуральное число n, как-то возьму, n натуральное. В какой-то момент оно превратится в часть этого интеграла 1n, да. Вот это, предположим, реализуется в числе t1. То есть интеграл от нуля до t1, модуль x от tau в этой степени d tau, есть 1n интеграл, соответственно, от нуля до единицы, модуль x от tau в этой d tau. Вот такой t1 у меня существует. Ну, может, она сразу в единицу превратится, если она в единицу, пожалуйста. Или там функция, может быть, нулевая, не знаю, ну, слава богу. В общем, такой t1 вот я нахожу. Дальше, ну, это часть, вот, опять, что-то, да. Дальше двигаюсь от t1 до t. t больше либо равно t1. Тогда по теореме опять о промежуточных значениях нахожу t2, да. Так что у вас этому же равен интеграл от t1 до t2. Да, модуль x от p, значит. d tau. Ну и так далее. Это можно манипуляцию делать n раз, да, пока я не получу целое. Меньше и так далее. Там tn-1. Ну и последняя единица tn. Вот на каждом из таком отрезочков интегралчик. От tk-1 до tk-t, модуль x в pt, д tau, равен 1n от вот этой вот величины. Интеграл 0,1, модуль x в pt, д tau. Вот я получаю такое разбиение, если угодно. Вот в точности. А я натуральное число пока не знаю какое, большое число, миллион, миллиард, посмотрим. Теперь имею вот эти отрезочки. Я могу взять и рассмотреть функцию x катую от t, равную индикатор на вот этом вот интервале. Ну, концы не важны, это мера, мера 0 от, соответственно, tau. На, что я тут умножить должен? На n и на x от tau. Tau принадлежит 0. Вот. Вот я взял индикатор интервальчика, умножил на n, умножил на x от tau. Получается тогда сумма x катых, это вот от tau. x катых от tau делить на n, по k от 1 до n. Это в точности равно x от tau. Ну, для tau 0,1 минус вот эти точки, такая, по k от 1 до n. То есть почти всюду. То есть почти всюду на 0,1 я получаю равенство. Это не что иное, как выпуклые комбинации функций x катых. Это выпуклая комбинация x катых. k от 1 до n. Вот, коэффициент 1n и хэндштук как раз в сумме дадут 1. Очень хорошо. Теперь смотрим, а что из себя тогда представляет расстояние от этой функции x катой до 0. Это будет n в пэтой, потому что у меня интеграл-то от модуля в пэтой степени корр, никого нет. Интеграл от tk минус 1 до t катого, модуль x от tau в пэтой до tau. Но по построению этого разбиения интеграл от tk минус 1 до tk это в точности 1n. То есть получается это n в степени p минус 1 интеграла от 0 до 1 модуль x пэтой до tau. Поскольку p меньше единицы, степень меньше нуля, естественно я могу сделать это меньше r, если n много больше единиц. Это число. Эта штука стремится к нулю, при n стремится к бесконечности. Значит, я указываю достаточно большое n, начиная даже с которого это число при умножении на эту мелочь дает меньше r. И это означает, что x катые принадлежат g. Ну, принадлежат вот этому шару с центром в нуле радиуса r, а это содержится в g. g у меня открыто. И g выпукло. Пользуясь выпуклостью, получается, что 1n-ая сумма x катых от 1 до n, она принадлежит g. Потому что g выпукло. Но это-то равно x в lp. Получается абсолютно поразительный результат. Что какую бы функцию из lp я не взял, любую. Если я помыслив себе выпуклое открытое множество g, какое угодно, содержащее 0 окрестность нуля, выпуклое окрестность нуля, то тогда эта функция будет представляться выпуклой комбинацией элементов этой окрестности нуля. То есть лежать в этой окрестности нуля. Получается, x лежит в g. Значит, чему равно g? Все пространство. g равно всему пространству. Вот такой результат, честно говоря, потрясающий. Производит впечатление. Следовательно, значит, x принадлежит g для любого x из lp. g, значит, g равно lp01. То есть в этом пространстве нет выпуклых окрестностей нуля, отличных от всего пространства. Нет собственных выпуклых окрестностей нуля. Это сразу снимает вопрос о возможной выпуклости шаров. Ни один шар не выпуклый. Ну, естественно, если я возьму любой шар, я могу его сдвинуть на центр, повысить в центр в нуле. Это будет тогда окрестность нуля. Она не выпукла. Нет ни одного выпуклого шара в этом пространстве принципиально. Все шары получаются сдвигами шаров из центра в нуле. Все варианты стиметрики относительно сдвига. Ни один шар не выпуклый. Более того, и вы не можете состряпать открытое выпуклое множество, даже не с помощью шара, а как-нибудь иначе. По определению базы топологии не выпуклые. Может быть, можно что-нибудь соорудить? Нет, нельзя. Только все пространство выпуклое, открытое, содержащее ноль. Все остальное у вас выпуклое, содержащее ноль. Ну или просто выпуклое, то есть все остальное открытое, содержащее ноль. Или там просто открытое, не пустое. Я могу его сдвинуть на вектор, получить открытое, содержащее ноль. Оно обязательно не выпуклое. Это не локально выпуклое топологическое векторное пространство, нету здесь ни черта. Ну и вот этот результат моментально вам дает возможность доказать, что очень бедно здесь множество линейных непрерывных наблюдателей. Если я возьму теперь любой f из Lp звезда 0,1, еще раз подчеркну, что p меньше единицы больше нуля. Потому что при p больше либо равном единице, это хорошее пространство, нормированное. С выпуклыми шарами, и там у них сопряженно очень богато. А здесь, получается, взяв такой функционал, мы можем посмотреть на прообраз, скажем, таких комплексных лямб, что модуль лямбда меньше единицы. Это вот есть k1 от нуля из комплексной плоскости. Кружок, полный прообраз, посмотрю. Тогда, естественно, у вас это множество содержит 0, понятно. Оно принадлежит топологии, потому что прообраз открытого открыт. f от нуля есть 0 по модулю меньше единицы. Более того, это множество является выпуклым. Потому что если у вас f от x по модулю меньше единицы и f от y по модулю меньше единицы, то выпуклые комбинации, естественно, f от лямбда x плюс 1 минус лямбда y по модулю будет меньше либо равно, соответственно, лямбда модуле f от x плюс 1 минус лямбда модуле f от y. Лямбда при этом от нуля до единицы. И это, естественно, получится меньше единицы. То есть выпуклая комбинация элементов этого прообраза лежит в нем же. Значит, это выпуклая окрестность нуля. Это вот то самое g. Прообраз открытого единичного круга комплексной плоскости под действием любого линейного непрорывного функционала является этим самым g. То есть это все пространство получается. И это означает, что любая функция под действием этого функционала отправится в этот круг. Значит, f минус 1 от k 1 от нуля – это есть все пространство LP01. Это означает, что модуль f от x меньше единицы для любого x из LP01. И тогда, поскольку я могу функцию умножать на любой скаляр, для любого t больше нуля, f от t, x по модулю есть t модуль f от x меньше единицы, то есть модуль f от x меньше 1 на t. Стремится к нулю, при t стремится к бесконечности. Следовательно, f от x есть 0. И таким образом сопряженное пространство тривиальное. LP звезда 0,1 есть 0. Вот такой вот Лебегов мир с интегрированием по модулю в степени меньше единицы положительной. Ну, с метрической точки зрения очень приятный мир. Он не нормируем, но метризуем. Метрика инвариантная относительно сдвига. Значит, она порождает векторную топологию. Ну, только что шары не выпуклые. Но эта невыпуклость шаров, она фатальна для наблюдателей. Нет нетривиальных наблюдателей. То есть тут некому вообще отделять ничего. Наблюдатели не разделяют точки пространства. Один наблюдатель нулевой, все наблюдает как ноль. То есть наблюдатели не дают никакую информацию об этом мире. И, соответственно, отсутствие, по сути дела, вот этой локальной выпуклости, отсутствие локальной базы из выпуклых окрестностей нуля, это вот и есть фатальная вещь в этом пространстве. Это роль выпуклости, если угодно. Ну, а в локально выпуклом ТВП фактически жизнь у вас развивается примерно так же, как в нормированном мире. На всякий случай давайте увидим, что если у вас топологическое векторное пространство локально выпукло, то функционалы из сопряженного пространства очень богаты. Значит, у вас получается следствие теоремы об объявимости. Ну, прежде чем ее применять для слабой созвездной топологии, сейчас примерим, чтобы все-таки порадоваться, что локальная выпуклость векторной топологии – это, по сути, замена нормированного случая. Она ничем не хуже в этом смысле. Значит, если х-тау – это локально выпуклое ТВП, то тогда, естественно, вы, во-первых, первое, взяв любое замкнутое подпространство L из х и точку х0 из х без L, вы автоматически в состоянии найти функционал из х-тау со звездой такой, что f на L есть 0, f от х0 есть 1. То есть вы можете отделить точку от замкнутого подпространства, в котором эта точка не лежит, с помощью наблюдателя. Понятно, что этот наблюдатель нетривиален, ведь он точку наблюдает как 1, а подпространство наблюдает как 0. Вот этот факт у нас был как лёгкое следствие теоремы Ханнабанаха в нормированном пространстве, такой простой вариант теоремы об отделимости точки от подпространства. Вот в локально выпуклом ТВП он имеет буквально такую же формулировку, но база другая. База здесь сильная отделимость, соответственно, компакта от выпуклого замкнутого множества, не пересекающегося с ним. Кто здесь компакт? Компакт – это точка, точка в любом топологическом пространстве. Компакт, естественно, доказательство этого пункта. Если я беру в роли А, соответственно, вот точку х0, это получается выпуклый компакт. Выпуклый компакт в х2. Потому что он одноточечен. А B, соответственно, это у меня L, выпукло, замкнуто в х2. Они не пересекаются. А пересечь с B пусто. Тау – локально выпуклая топология. Локально выпуклая топология. То есть имеется локальная база из выпуклых окрестностей нуля. Вот такова является слабой со звездой топология, естественно, по построению. Такова у нее предбаза и база. Все из выпуклых состоит. Следовательно, существует F из хтау звезда. Ну, там G, давайте какой-то, это будет еще немножко не тот F. G. Значит, существует числа C1 меньше C2 из R. Такие что? Ре G, соответственно, от х0. Там только одна точка. Меньше либо равно C1 меньше, соответственно. Вот я могу сильно разделить. Меньше C2 и меньше либо равно Ре G от х. Для любого х из R. И теперь надо поиграть конкретикой, да, что у вас L это не обо что, а подпространство. Раз у вас L подпространство, то что вы можете сказать о вот этих числах, играя подпространством? Вот линейный функционал на подпространстве ограничен снизу. C2. Что это значит? Ну, может ли вы помыслить, что хоть при одном иксе из L это будет не ноль? Что же вы так это не знаете, ничего, да? Если вдруг, ну, правда, это же, ну, эти вещи, ну, я не знаю, вы доказывали принцип множества и Лагранжа, хоть конечномерный на методах оптимизации. Ну, так там же такая игра и была, она такая же. Вы там за лесами деревьев, что ли, не видели? И там же, откуда множество и Лагранжа-то берутся они? Вот из такой же игры, там тоже отделение происходит. Ну, понятно, я вам буду рассказывать, как новое все это дело. Только уже в нормированных бесконечно мерных мирах, да, это же сложнее. Вот, там техника другая. Значит, если вдруг существует какой-то X0 из L такой, что ре G от X0 не ноль, да, ну, тогда, поскольку плюс-минус X0 принадлежит L, да, мы моментально можем найти, ну, без ограничения общности, точнее, без ограничения общности, получим, что ре G от X0 меньше нуля. Если он больше нуля, я возьму минус X0. Но тогда у меня TX0 принадлежит L для любого T положительного. Я же могу его теперь умножать. Вот у меня плюс-минус лежит, это же подпространство, да? И умножение на скаляр теперь положительный. И тогда получится, что ре G от X0 умножить на T больше либо равно C2. Но это число отрицательное, а это стремится к плюс бесконечности. И все это убежит на минус бесконечности, благополучно, да, стремится к минус бесконечности, вот, и получится противоречие, да, противоречие. Вы ограничены снизу, но не ограничены снизу функции, да, невозможно. Поэтому если вдруг это не реализуется такая ситуация, ни в коей мере, это равно нулю получается. То есть функционал G имеет вещественную часть, равную нулю на L. Вот. Ну, а если у него вещественная часть на L 0, то он и весь на L равен нулю. Получается у вас же G от X. Это ре G от X минус И ре G от ИХ, да? И если X лежит в L, то и X тоже, конечно, в L. Вот. И это будет 0, да? Поэтому получается, что ваш функционал G, который отделяет точку от подпространства, на подпространстве не может быть сильно, ну, отделяет вот таким вот, что он ограничен до снизу, да, нетривиально отделяет. Вот здесь пока строгое неравенство не важно. Вот. Оно будет важно сейчас, чтобы в точке X0 это было не 0. То он обязательно на этом L нулевой, да, принципиально нулевой. Но поскольку неравенство строгое, то сам он-то не нулевой. И в точке X0 получается у него значение отрицательное, да? Значит, раз это 0, значит, заведомо это меньше нуля. Значит, ре G от X0 меньше нуля. Но это означает, что G от X0 не 0, да? Да? И искомый функционал F тогда будет таким F от X равен G от X делить на G от X0. Господи, на G от X0. Вот это искомый функционал, да, для X из X. Я просто его умножу на скаляр. Тогда в точке X0 он станет единицей, да? Он по-прежнему будет непрерывен, естественно, так же, как G, да? А на L он по-прежнему будет 0, так же, как G. Вот и всё. И вот мы отделяем. Вот здесь как раз это строгое неравенство проявляется, что в точке X0 он всё-таки нетривиален. Он имеет отрицательную таким образом вещественную часть. Вот. Это первое следствие. Ну и важнейшее следствие, что в локально выпуклом ТВП, вот в силу 1, вы фактически получаете, что у вас сопряжённое пространство, оно разделяет точки из X. То есть вы можете разные точки принципиально пронаблюдать по-разному, да, с помощью какого-то функционала. То есть сопряжённый мир, он получается богат. Так же, как и в нормированной ситуации. Вот. Ну, можно так же доказывать вот эти все манипуляции про конеч... Ну, мы просто не имеем теорем соответствующих. То есть в ТВП тоже всякое конечномерное подпространство, оно тоже замкнуто, просто эти теоремы, они более сложные, чем в нормированном мире. И они все есть. Вот они даже были в прошлом году ещё на экзамене, но там, видимо, эти факты вырубили студентов совсем. Доказать всё-таки замкнутость конечномерного подпространства в произвольном ТВП гораздо сложнее, чем в нормированном. Принципиально сложнее. Ну, я с радостью на экзамене, помню, паренёк мне пришёл с этим билетом, ничего говорит, не знаю, как доказывать. Но я ему опять объяснил на экзамене. Когда я порадовался, что вот, там, слушатель есть какой-то. Ну ладно, персональный, да. Был такой у меня в прошлом году опыт, да. Ну, действительно сложная вещь. Мне казалось, что это интересно, но, видимо, нет. Лучше с такими вещами, да, дела не иметь. Хотя, ну ладно. Значит, итак, второе следствие, значит, если у вас вот локально выпуклый, тогда, значит, точка x1, x2 из x, да, тогда x1 не равно x2, если и только если существует f из x-тау-завезда, такой, что f от x1, сейчас надо опять за мелом идти, f от x1 не равно f от x2. Ну, в эту сторону очевидно, да, потому что если есть функционалы, которые их наблюдают по-разному, понятно, что точки разные, да, они будут одинаковыми. Вот. А вот нетривиально в эту сторону, что сопряженный мир, он богат. Любые две разные точки можно, соответственно, пронаблюдать. Ну, как это доказать? Я просто беру в качестве x0 x1 минус x2, не 0, да, а в роли l беру 0 пространства. Да, это замкнутое подпространство в x, да, которое, соответственно, не содержит в себе x0. Не содержит x0. И тогда по пункту 1, да, по пункту 1 у меня вот существует такой f, ну, который на нуле понятно, что 0, да, тут ему некуда деваться. Важно, что он на этой точке 1. Такой, что f от x0 есть 1, да. Ну, это и означает, собственно, вот это. Что f от x1 минус f от x2, это есть единица, это не 0. Вот. То есть сопряженный мир богат. Ну, дальше можно, вот если бы мы знали теорему о том, что конечномерное замкнуто, то, естественно, вы, имея, соответственно, здесь, скажем, n линейно-независимых векторов, абсолютно аналогично, вы могли, как и в нормированном случае, строить n функционалов линейно-независимых. Ну, просто вы на итом векторе будете единицу иметь, а на остальных 0, да, у вас итый вектор. Не лёжа в линейной оболочке других, n минус 1 штук, главное, чтобы оно было замкнутым, да, вот вы его можете отделить, да, и всё. И по теореме вот этой, и по пункту 1 вы можете строить n линейно-независимых функционалов в x-созвездой, если имеете n линейно-независимых векторов из x. Так что всё, здесь полная аналогия. Так, ну всё, надо теперь переходить к слабой созвездой топологии. Что нам даёт теорема об отделимости в нашем привычном нормированном мире и в сопряжённом пространстве, оснащённом слабой созвездой топологии. Ну, даёт он вот такие любопытные вещи. Значит, итак, возвращаемся в линейное нормированное пространство x. Значит, его сопряжённое x-созвездой. Ну, фактически, это x-норма звезда, да? Вот. Ну и тау-дублевая звезда – это вот слабая созвездой топология в x-звезда. Помним, что x-звезда тау-дублевая звезда. Кто наблюдает линейно-непрерывно жизнь этого пространства? Это будет fx. Это вот теорема Шмульяна. В прошлый раз, вчера, доказанная в самом конце лекции. Слабо созвездой линейный непрерывный функционал и только элементы изометричного образа x под действием вот этой изометрии Банг. А так, а x-две звезды, которая является уже, значит, x-звездой с нормой, да, сопряжённой, но, общегоряши при отсутствии рефлексивности. Так, введём два определения. Эта конструкция обобщает понятие ортогональности в евклидовом пространстве. У нас тут, поскольку наблюдатели, а не евклидов мир, то, значит, вместо этого появляются такие обозначения. Значит, для любого подпространства m из x m правый аннулятор, это правый аннулятор m. Вот, это такие f из x-звездой, что f от x есть 0 для любого x с m. То есть наблюдение тривиально за всеми элементами m. Вот все линейные непрерывные функционалы, которые наблюдают m как 0, они называются правым аннулятором. Вот, ну, можно это и не обязательно для подпространства, для множества определять, но нам только для подпространства понадобится. Вот поэтому я только в этом случае и делаю. Так, и для любого подпространства m из x-звездой, соответственно, левым аннулятором, левый аннулятор, левый аннулятор, правый аннулятор, он как бы навешивает звездочку. Да, вы имеете подпространство в исходном пространстве, навесили звездочку, поместили в сопряженный мир, и вот те, кто m наблюдает как 0, вот вы называете правым аннулятором m. Ну, фигурально выражаясь, наблюдатели ортогональные m, да, только они в сопряженном мире живут. Вот, а левый аннулятор, он, наоборот, звездочку стирает. Можно было бы к нему навешивать правый аннулятор, помещая вас во второе сопряженное. Так можно в разных смыслах помещать, можно вот в таком смысле, да, можно во второе сопряженное по норме операторной, да. Вот, а левый аннулятор, он звездочку, наоборот, стирает, обратно вас возвращает. Это уже такие x из x, которые любой f из n наблюдает как 0. То есть это x-ы, фигурально выражаясь, ортогональные n, да, ну, с точки зрения наблюдения за f-ами с помощью x-ов. Вот по этой самой изометрии Банаха. Для любого f из n. Для любого f из n. Что можно сразу с очевидностью сказать? Значит, утверждение лёгкое. Значит, m правый аннулятор – это слабо со звездой замкнутое подпространство в x со звездой. Вот. А n левый аннулятор – это просто замкнутое по норме, да, подпространство в x. Вот. Ну, то есть сильно замкнутое. У нас пока другой топологии в x нет, кроме изначальной нормированной. Вот. Левый аннулятор, он всегда замкнут по норме, да, он тоже является подпространством, да. А правый аннулятор, он слабо со звездой замкнут. Ну, и естественно, автоматически и сильно замкнут, да. Сильно замкнут в x-звезда с нормой. Вот. Потому что слабо со звездой топология, она содержится в нормированной. Если вы имеете дополнение слабо со звездой открытой, оно будет и открыто по норме. Это просто требование, оно большее, да. Потому что у нас есть примеры сферы, да, помните, сфера, она сильно замкнута в сопряженном, но слабо со звездой не замкнута. В бесконечномерном мире, да, ее слабо со звездой замыкание – шар. Вот. Быть сильно замкнутым не значит быть слабо со звездой замкнутым. Быть таким, значит быть автоматически замкнутым и по норме. Вот. Ну, легкое доказательство совсем, как доказать, что это подпространство, просто линейную комбинацию рассмотреть элементов и убедиться, что вы не вылетаете из этих вот аннуляторов. Значит, если у вас f и g в правом аннуляторе, то тогда α-f плюс β-g от x, естественно, α-fx плюс β-gx для любого x из m. Это 0 и это 0, и тогда это 0. То есть получается для любых скаляров. То есть α-f плюс β-g в правом аннуляторе. Амологично для левого аннулятора. Если x-y в левом аннуляторе, то тогда f от α-x плюс β-y для f из m. Опять пользуясь линейностью f, получается α-fx плюс β-y. f-y это 0 и это 0. Значит, это 0. Значит, α-x плюс β-y в левом аннуляторе. Вот, получается, значит, у нас и левый аннулятор, и правый аннулятор – это подпространство. Теперь топологическое свойство. Слабая со звездой замкнутость. Каким образом надо доказать её? Ну, доказать, что дополнение, по-видимому, является слабо со звездой открытым. Берём элемент дополнения. Берём g из x со звездой без, соответственно, правого аннулятора. Что это значит? Это значит, есть элемент из m, на котором g не аннулируется. Значит, существует x из m такой, что g от x не 0. Какую взять слабую со звездой окрестность g, которая не пересекается с правым аннулятором? В этой точке x мы должны взять ε модуль g просто. Берём v звезда от g, x модуль g от x. Вот и всё. Вот это ε больше 0. Это простейшая окрестность, элемент предбазы слабой со звездой топологии. Вот. И если функционал здесь, то тогда моментально получается, что, значит, модуль f от x минус g от x, он будет меньше модуля g от x по определению этой окрестности. По определению этого элемента предбазы. Меньше модуля g от x. С одной стороны. А с другой стороны, вот эта штука, она больше либо равна модуль g от x минус модуль f от x. Сокращается модуль g от x, и получается, я переношу модуль f от x больше 0. То есть f от x не 0, и значит, f не принадлежит правому аннулятору. То есть любой элемент этой окрестности слабой со звездой. В общем, если что-то и полезно из этих окрестностей, то только элементы предбазы и их конечные пересечения элементы базы. Ничего более сложного, конечно же, мы конструктивно не можем использовать. И вот такая слабая со звездой окрестность, она не пересекается с правым аннулятором. То есть получается, что, соответственно, v звезда g x модуль g от x, она содержится в x звезда минус правый аннулятор. То есть x звезда минус правый аннулятор открыт в слабом со звездой смысл. Так что правый аннулятор – это слабое со звездой замкнутое пространство. Что касается левого аннулятора, то его сильная замкнутость следует, по сути, из непрерывности функционалов по норме. Значит, если у меня есть соответственно… Ну тут как это доказать? Тут проще доказать секвенциально, да? Поскольку у вас x-норма – это у вас нормированное пространство, то достаточно увидеть секвенциальную замкнутость аннулятора. Зачем мне тут мудрить, если тут все просто? Да, если я возьму xn, лежащее в левом аннуляторе, который по норме сходится к x, то, в частности, это означает, что f от xn сходится в комплексной плоскости к f от x для любого f из n, потому что это из сопряженного пространства, значит, он непрерывен по норме, но это-то равно нулю для любого n, потому что f из n, а xn из левого аннулятора. Значит, f от x есть. Для любого f из n. И, следовательно, x в левом аннуляторе. То есть тут, ну, можно, конечно, городить по кашетам, да? Но зачем? У нас все метрическое, нормированное, поэтому по идее самое простое дело. Итак, вот прошло две конструкции, обобщающие понятие ортогональности. Правый аннулятор для подпространства, ну, фигурально выражаясь, нормали, только они живут в сопряженном пространстве. Те наблюдатели, которые наблюдают элементы подпространства n как ноль. Ну, вот с точки зрения наблюдений, как будто ортогонально. А тут наоборот. Значит, имеется пространство подпространства наблюдателей. Какие x, фактически наблюдая за этими наблюдателями в терминах банах, а да, это же fx от f, фактически, да? Вот они наблюдают за f. Аннулируют эти наблюдения. То есть вот эти fx изометрического образа x под действием этой изометрии банах, вот они так вот в кавычках ортогональны всем этим f. Ну, можно сказать, что это x ортогонален f. В кавычках, естественно. Так, ну и вот основная теорема, которая нужна для теории операторов нам будет, ну, точнее, для теории Фридгольма, оператора его сопряженного. Вот она сейчас перед вами будет сформулирована и доказана. Для этого в первую очередь и затевались все эти игры с теоремой обыделимости. Отверждение. Так, для любых подпространств m из x и n из x звездой выполняется. m я могу навесить правый аннулятор, а потом левый аннулятор. А у n я могу навесить левый аннулятор, а потом навесить правый аннулятор. Как вы думаете, что получится? Такая двойственность. m подпространство. Вообще говоря, не замкнутое. Поскольку этот мир замкнут, да, то, наверное, должно получиться что-то замкнутое, да, в сильном смысле. Ну, замыкание m тогда будет по норме, да, в x. А здесь вот этот мир, он слабо со звездой замкнут, да. Ну, по-видимому, и получится n слабой со звездой замыкания. Вот, слабое со звездой замыкания, оно, естественно, содержит в себе замыкание n по операторной норме. Да, вот это вот операторная норма в x-звездой. Поскольку вот эта топология более слабая, чем вот эта, то, вообще говоря, здесь равенства нет. Но равенство будет в каком смысле, да, когда у вас нет отличия между миром fx и x2. звезды равенство будет, если fx равно x2 звезды. То есть, если пространство x рефлексивно, то тогда вы и будете иметь одно и то же. Слабое со звездой замыкание совпадет с замыканием по операторной норме в сопряженном пространстве, которое живет. Ну, при отсутствии рефлексивности может быть всякое, да, и вообще говоря, может быть неравенство. Ну, в частности, мир n может быть замкнут по вот этой норме, то есть это может равняться просто n. А слабое со звездой замыкание может быть более широкое. Вот, то есть сильно замкнутое в сопряженном пространстве подпространство, замкнутое по операторной норме, оно может оказаться слабо со звездой незамкнутым. Вот, и вот это слабое со звездой замыкание может оказаться более широким. Все это в нерефлексивных пространствах, естественно, происходит. Вот, в рефлексивном тут отличий не будет никакого. Так, ну давайте это дело докажем И вот это как раз инструмент уже дальше для спектральной теории операторов В терминах теоремы Френгольма как раз вот это вот и будет обыгрываться Когда мы сопряженный оператор введем Так, доказательства Ну и пример, когда нет равенства, тоже, естественно, предъявим Сейчас, он такой более-менее универсальный пример Он не потребует конкретики Значит, доказательства Ну на этом, наверное, все и закончится У нас сегодня Так что к слабой топологии я так и не перешел Увы и ах, слабая топология подождет еще две недели Ну ладно, что делать У вас на семинарах, наверное, уже давно была слабая топология Ну, там семинаристы торопятся Да нет, может, сразу с нее и начали А у меня она пока еще, на нее доползти надо Так, доказательства Ну что мы видим? Сначала начнем вот с этого Значит, очевидно вложение М, значит, здесь и тут Да, это очевидно Да, если я возьму любой x отсюда То, естественно, с любым функционалом f из m правый аннулятор Он взаимодействует как ноль Да, если x из m f из m правый аннулятор Получается по определению f от x есть ноль Значит, x в левом аннуляторе правого аннулятора Естественно Дальше Вот эта штука, она замкнута в нормированном пространстве x с нормой Замкнута Значит, я без проблем могу замкнуть m По норме И, соответственно, получить вложение Вот так Ну а как же мы теперь докажем равенство Конструктивно, конечно, вряд ли это сможем мы сделать Взять элемент отсюда и впихнуть сюда Но на то есть рассуждение от противного И инструмент Теорема об отделимости Как только вы имеете точку отсюда Которая не живет здесь Сразу срабатывает рефлекс Да, ну даже здесь работает теорема об отделимости Для нормированных пространств Которые давным-давно доказаны по теореме Хана Бана Да, если точка не лежит в замкнутом подпространстве В нормированном пространстве Да, то тогда ее можно сильно отделить С помощью линейного непрерывного наблюдателя Который на подпространстве равен нулю А в точке равен единице То есть тут пока мы пользуемся старинной информацией Поскольку работаем в нормированной топологии Значит, если вдруг m с замыканием не равно Тогда существует Соответственно, x0 Принадлежащий вот этому делу без m Поскольку m Замкнутая в x с нормой ЛНП То по теореме отделимости точки от замкнутого подпространства Еще очень старый, даже не сегодняшний еще Пока нам здесь, мы в нормированном мире живем Следовательно, по теореме об отделимости Точки от замкнутого подпространства В ЛНП У нас существует нетривиальный линейный непрерывный наблюдатель Нетривиальный, потому что он точку наблюдает как один А на подпространстве он равен нулю Это моментально приводит к противоречию Значит, получается, существует f из x норм звезда А это у нас тождественная x звезда Такой, что f от x0 есть один А f на замыкании m есть ноль Ну, в частности, это означает, что f на m есть ноль И в частности, это значит, что f лежит в правом аннуляторе Ну, получается тогда парадоксальная ситуация f лежит в правом аннуляторе И поскольку точка x0 у вас Лежит в левом аннуляторе, правом аннуляторе То f от x0-то должен равняться нулю Тогда отсюда сразу получается Что f от x0-ноль Что невозможно Следовательно Так как x0 принадлежит f от x0 есть ноль Это противоречит f от x0 есть один Все, значит, вложение обратное доказано от противного Следовательно, с замыкания m Есть m левый аннулятор от правого аннулятора Тут пока, в принципе, никакой новой теоремы об отделимости не было использовано Вот в нормированном мире мы давно уже эту теорему знали И могли давным-давно это конкретно доказать Но тут важен двойственный факт С аннуляторами наоборот И здесь это уже не пройдет То есть вот это с этим уже отождествить не удастся И надо понять на самом деле причину, по какой не получается отождествить Вот в чем причина А почему в рефлексивном случае получится отождествить Давайте второй пункт смотреть Значит, n левый аннулятор, а потом правый аннулятор Ну, очевидно, содержит n Очевидно Вот, предположим, я вознамерился попытаться доказать Что у вас сильное замыкание n с этим отождествляется Но вот это, оно слабо со звездой замкнуто Значит, и сильно замкнуто Поэтому, конечно же, я могу в него впихнуть Замыкание слабое со звездой И оно содержит в себе замыкание по норме Ну, а дальше, предположим, я вот про это забываю И хочу доказывать отождествление этого с этим Тогда это отождествится Ну, попытаемся В чем проблема? Значит, от противного Если вдруг существует f принадлежащий Соответственно, вот этому Соответственно Так, я, пардон, как-то я наоборот написал Вы мне не сказали Вот, n левый, а тут правый Существует f, вот такой Да, который не содержится в сильном замыкании n Да, вот по норме операторной в сопряженном пространстве Что тогда это означает? Тогда, естественно, работая Значит, в x со звездой с операторной нормой Тогда существует f, принадлежащий x со звездой С операторной нормой со звездой Такое, что Это вот теорема об отделимости Теорема об отделимости Но для пространства, сопряженного с нормой С нормированной топологией, сильной, с операторной Да, такой, что φ от f есть 1 А φ на замыкании n есть 0 Ну, в частности, это означает, что φ на n есть 0 Естественно Ну и значит, на замыкании, поскольку он не прерыв Ну, спрашивается, ну и что? Ведь вот это пространство, оно же, вообще говоря, никак не связано с x изначальным Оно лишь содержит в себе изометричный образ x под действием изометрия Банаха Но данный функционал φ может быть какой-то странный И никак с x изначальным не связан Вот если бы была ситуация рефлексивная Вот как раз здесь мы смогли бы дальше продолжить рассуждение А в нерефлексивном случае все, тупик Продолжить нельзя Более того, и неверно, и нельзя тоже действить Значит, если fx равно x звезда норма звезда Это есть у нас x две звезды То тогда φ, принадлежащий x звезда с нормой звезда есть fx Автоматически обладает x-ом Из x такой, что φ есть fx И тогда получится противоречие вот такого уровня Тогда что мы будем иметь? φ от f есть 1 Фи от f это будет f от x Это есть 1 А φ на n есть 0 Это будет означать, что g от x есть 0 Для любого g из n То есть отсюда получается, что x будет лежать в левом аннуляторе n f от x есть 1 И f лежит в правом аннуляторе левого аннулятора n То есть f от x есть 0 Вот противоречие То есть мы можем, пользуясь теоремой об отделимости в нормированных мирах Точки от замкнутого подпространства Фактически доказать отождествление сильного замыкания n по операторной норме С вот этой суперпозиции аннуляторов Правой от левого При наличии рефлексивности Когда у вас во втором сопряженном ничего, кроме f от x нету Когда отделяющий функционал, он реализуется x-ом А вот если рефлексивности нет И этот отделяющий функционал x-ом не реализуется То тут и противоречий никакого нет Ну так и будет, да, и все нормально И вот это множество будет более широкое, чем замыкание А вот поскольку мы теперь вооружены теоремой об отделимости в локально выпуклом ТВП Пардон, вот локально выпуклом ТВП Коим является сопряженное пространство То мы можем теперь рассуждать и для слабой со звездой топологии При этом нам нужна, конечно, и теорема Шмульяна Теперь вспоминая о том, что x со звездой кау-дублевая звезда Это локально выпуклое ТВП И сопряженное к нему есть fx Теорема Шмульяна То я могу рассуждать от противного теперь вот в этом мире Значит, если вдруг Если вдруг у меня тогда правый аннулятор от левого аннулятора Без слабого со звездой замыкания Значит, не пусто Если здесь есть какой-то функционал То тогда по теореме об отделимости точки От замкнутого подпространства В локально выпуклом ТВП Так, плохо пишу уже Значит, в локально выпуклом ТВП Вот коим является вот это В локально выпуклом ТВП Х звезда Тау-дублевая звезда Значит, вот оно Замкнутое подпространство в этой топологии По определению Локально выпуклый мир Наше топологическое векторное пространство И вот здесь я могу теперь отделить Вот это тонкое место Для чего, собственно, была развита Вся эта теория отделимости в ТВП Вот только для этого Больше мне она нигде не понадобится Вот, дальше я и в нормированных проживу Но вот здесь вот, чтобы доказать Отождествление слабого со звездой Замыкания с этим аннулятор Ну нельзя, по-другому не получается Вот здесь приходится взаимодействовать с ТВП Вот, получается, тогда существует Фи, значит, из х звезда Тау-дублевая звезда Со звездой, которой бесплатно равен fx Тут не нужна никакая рефлексивность Это всегда так Только такие функционалы являются непрерывными В слабом со звездой смысле Такое, что фи от f есть 1 И фи на слабом со звездой замыкании n есть 0 То есть фи n есть 0 В следствии Ну отсюда получается, что фи есть fx Для подходящего x из x И это тогда означает, что f от x есть 1 И это тогда означает, что g от x есть 0 Для любого g из n Потому что воздействие фи на g Это все равно фи на x И это как раз означает, что x принадлежит в левом аннуляторе n Следовательно, x принадлежит вот так Но тогда отсюда следует, раз f лежит вот здесь f от x есть 0 Опять противоречие Вот оно Противоречие Все полученное противоречие Означает отождествление вот такой суперпозиции аннуляторов Правой от левого С слабым со звездой замыканием нашего предпространства Следовательно, n левый аннулятор от правого То есть, наоборот, правый от левого Правый от левого Он равен n tau углевого звезда Вот так вот Это очень важное соображение Вот мы впоследствии его будем использовать Для теории спряженного оператора Ну и, соответственно, в теореме Фредгольма Вот оно у нас выскочит Вот это дело Так, ну и пример Да, очень легкий пример Который является очень хорошим вопросом на экзамен Вот он Давайте посмотрим А чем является Значит, рассмотрим x две звезды Со слабой со звездой топологией Да, ведь второе сопряженное, оно тоже Может быть, оснащено слабой со звездой топологией И здесь находится f от x Сейчас, три секунды Да, тогда посмотрим на f от x Левый аннулятор Да, это что такое? Это такие функционалы Из x-звездой Которые, соответственно, равны нулю на нем Да, то есть f от x Есть 0 для любого x из x Да, вот эти f, вот на нем Точнее, вот эти штуки наблюдают f как 0 Да, это все равно, что fx от f Да, есть 0 Функционал из x со звездой, равный нулю на x Это что такое? Это что за множество? Это какие функционалы? Которые на всем x 0? Нулевые, это 0 Вот левый аннулятор изометрического образа Банаха Который лежит во втором сопряженном Ну а левый аннулятор помещает вас в первое сопряженное Звездочку он настирает Тогда, если я рассмотрю суперпозицию правого аннулятора и внутри левой То у меня с одной стороны получится правый аннулятор нуля Кто аннулирует 0 в сопряженном пространстве? Все А с другой стороны это есть fx Тау-дублевая звезда То есть слабое со звездой замыкание изометрического образа Банаха x в x 2 звезды Оно является, поскольку это изометрия, вот эта штука Оно сильно замкнуто В x 2 звезды с нормой Так как f изометрия f изометрия Вот, изометрия, значит, обратное отображение тоже изометрия, оно непрерывно Да, и образ замкнутого это прообраз под действием обратного замкнутого, то есть замкнутого Так что вот это множество, оно во втором сопряженном будет сейчас начненном операторной нормой Оно, естественно, сильно замкнуто по операторной норме Но в слабом со звездой смысле, если у вас нет рефлексивности, да, если fx не равно x 2 звезды в нерефлексивном случае То это сильно замкнутое собственное подпространство получается слабо со звездой всюду плотно Его слабое со звездой замыкание равно всему второму сопряженному, построенному как сопряженное над сопряженным с нормой Да, с операторной нормой, но более широкое, чем f от x Но f от x туда вкладывается как всюду плотное в слабом со звездой смысле То есть любой функционал абсорда в любой своей слабой со звездой окрестности в этом пространстве Имеет агрегат из fx, соответственно, почти x в слабом со звездой смысле Вот это такое легкое следствие, очень простое, показывающее наличие сильно замкнутого, но слабо со звездой не замкнутого подпространства Да, вот, пожалуйста, мы его предъявляем в виде известной нам конструкции изометрический образ банок В нерефлексивном пространстве Продолжение следует... Продолжение следует...